Да-да-да, вот вы смеетесь, а бедные дамы оказались в двух, хоть и уникальных, но абсолютно одинаковых платьях. Они, бедняжки, после этого случая целый сезон даже не появлялись на Лазурном берегу, представляете? Наталья Александровна, вызывали? К вечеру мне понадобится букет роз, 25 штук. Цвет? Алый. Я против посторонних разговоров во время примерки свадебного платья. Убегаю. Итак, девочки, сколько по-вашему лет нашей с вами невесте, а? Что? Сколько? 16 мне! А она еще сомневалась, надевать ли ей светлое платье. Наталья Александровна, извините, но ваш жених сейчас с дерева упадет. Что? Наташа! Ни в коем случае нельзя в платье на улицу, но оно же не готово. Наташа, ты... Ты, ну, ты, ну, как дети? И что? Наташа, вы испортите мою работу! Сюда лучше, да. Не надо, не надо, все под контролем. Маты, маты уже постелили, осторожно. Все нормально, все нормально. Проходим, мужики, проходим. Все под контролем, так. Держите, держите, держите его. Держу. Ну, что же вы не страхуете? Ага, все. Порядок? Все хорошо? Тима, ты испугался? Нет. Мишка, осторожно. Подстрахуйте, Михаила Сергеевича. Тихо, 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 опа! Ты мне объясни, пожалуйста, ну, что это за геройство? Ты ребят не мог подождать. Чего ты полез-то сам? Ну, ребенок же. Ну, что ребенок? У меня примерка, я вон вся... Все в порядке? Нет, 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 только меня не трогай, ради бог, пожалуйста. Господи, неужели ты думаешь, что я не смог бы сам слезть с дерева? Если бы ты сама не лезла на все амбразуры, тебе бы жилось намного легче. Знаешь что, если бы я не лезла на все амбразуры, я бы не построила этот бизнес, да. Ну, себе, от этого легче. Да, мне легче, только не трогай ты меня, у меня платье. Дрязные ты весь эти руки, ужасные, не трогай меня. Уже стопай. А что такое? Платье. Что? Жених до свадьбы видеть не должен. Какая примета плохая. Да, да, да брось ты, суеверие все это. Так, будем считать, что она ничего не видела. Закрой глаза. Наталья Александровна. Наталья Александровна. Субтитры создавал DimaTorzok У них всех тусовок одна усталость. Приедешь поздно, не выспишься. А у нас с утра новый генератор привезут. Конечно же, немецкий. Очень, очень хорошо, что немецкий. Просто во. Я не могу отказать Вячеславу. Ты понимаешь, что человек открывает ресторан после ремонта. Ну, аж все-таки ты со мной. Ну, пожалуйста. Я тебя прошу, не вредничай. Слушай, я везде хожу одна. Все думают, что я одинок, одинок и одиночка. Что я в разводе. Я даже замужем еще ни разу не была. Миша, я тебя вовремя. Что я там с ума зайду? Без тебя? Милая, я вообще не понимаю, зачем все это ложе. Сидели бы тихо, спокойно, вдвоем. Ну, как пенсионеры, да. Только нужно еще обсудить по сваде. Да, вдвоем, сидели бы вдвоем. Если мы все время будем с тобой сидеть вдвоем, мы так и останемся вдвоем. Никто про нашу гостиницу не узнает. Я тебя очень прошу. Поехали, а? Нет. Зануда. Не поеду. Пока. Сашка, ну, конечно же, ты опять в планшете. Я поехала. Давай. Сань, ну и зачем ты опять это смотришь? Объясни мне. Если бы я поступила прошлым летом, я бы тоже была там. Ой, господи. Ну, позанимаешься в этом году, подготовишься и поступишь к другому педагогу еще лучше, чем этот. Там берут не по подготовке, а по блату. А ты ради меня даже палец о палец не ударила. Сашка, ты знаешь, как я к этому отношусь? Ну, серьезно. Собралась в артистке, пожалуйста, и я мешать тебе не могу. Но собственными руками калечить тебе судьбу я тоже не собираюсь. Мам, ну почему ты в меня не веришь? Да верю я в тебя. Ну, ты понимаешь, что поступить по блату можно, а работать потом всю оставшуюся жизнь по блату нельзя. Я не хочу смотреть на тебя в третьем ряду массовки. Прости. Знаешь, мам, вот стыдно кому сказать, что у меня отец работает в Голливуде, а я этим даже не пользуюсь. Началось. Я не хочу ничего слышать про твоего отца. Мне это неприятно, поэтому тема закрыта. Чего же? Вот мне кажется, что самое время ее открыть. А что ты имеешь в виду? Знаешь, мам, ничего. Ты же на тусовку опаздываешь. Тебе не до этого. Можно подумать, я на эти тусовки ради собственного удовольствия хожу. Ты понимаешь, что это часть моей работы. Удовольствие-то ты получаешь. Знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтоб ты тоже нашла такую профессию, которая будет доставлять тебе удовольствие. Слышишь меня? Все, давай. Да не сиди ты в планшете, бесконечно. Секунду. Давай. Спасибо. Осторожно. Положишь? Ты же там Жору увидишь? Да. У меня вчера телефон забыл. Передай, пожалуйста. А, творческая личность, рассеянный. Да. Пока. 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 Ты уже давным-давно свою школу собиралась бросать. Чего не бросила-то? Ну, что «нух»? Учитель английского языка – это достойная работа. Я прям слышу интонации твоей мамы. Дашка, а она твою личную жизнь тоже до сих пор контролирует, скажи честно? Контролировать особо нечем. Мужчина мои мечты не найдет. Ничего страшного найдем, все свое время. Ладно, хоть на твоей свадьбе погуляю. Вот. Скажи, а вы столько лет вместе? Почему так долго тянули? Только честно. Не, ну, если честно, понимаешь, 17 лет назад, когда Артем уехал, у меня как будто что-то закрылось внутри, понимаешь, сломалось. Такая любовь была невероятная, страсти кипели. Слушай, ну, это когда было-то? А Мишка? Неужели ты его не любишь? Ну, конечно, я его люблю. Даш, а как Мишку можно не любить? Конечно. Это же уникальный человек, добрый, светлый. Мишка наша все, Мишку любят все. Ну, просто я его люблю, ну, как сказать, ну, крыша не едет. Понимаешь, мы с ним уже столько лет вместе, а ты свадьба, это уж какая-то формальность. А тебе надо, чтобы крыш срывала, да? А тебе не надо? Нет. Да ты что? Чтобы как в первый раз, чтобы эмоции зашкаливали, чтобы ночами не спать, ну, как? Живи с Мишкой спокойно, будь счастлива. А я счастлива. О, а вы-то наша звезда, счастливый знак. Ну, да. Так, заместителю директора отеля «Любимая дача» о работе на Михаила Сергеевича. Это шефовара ресторана «Любимая дача». Заявление прошу уволить у меня по собственному желанию. Это что? На прибавку намекаешь. Прибавкой не удержишь. А чем удержишь? Олег, что случилось? Кого казнить? Да никого. В общем, один серьезный человек позвал личным поваром. Ну, а что? Работа там поспокойнее. Миш, ну, прости, но такой шанс, один раз в жизни выпадает. Хоть заранее предупредил. Меня бы кто предупредил. Заранее. Встречаем! Друзья, гостиница и ресторан случились такими красивыми, потому что названы в честь моей дочери Инны. поднимем бокалы за мою дочь. Ура! Ура! Благодарю. Замечательные слова, друзья. Поаплодируем еще раз. Ты знаешь, что у меня должен быть свой отдельный счет в этом ресторане? Ну, какая сообразительная у тебя дочь. Отдельный счет. Выстолстить не боишься? Эээ, вся мать. На открытый счет надо заработать. Так, ты чего несешь-то? А что, нормально? Ну, и настало время самой нежной композицией сегодняшнего вечера под названием «Лучше умереть от десерта, чем от любви». Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут... Анна, издание «Твой дизайн». Я знаю, что интерьеры вашего отеля были лучшими в прошлой выставке, и я хотела бы взять у вас интервью. Пожалуйста, мне день скажите, и я к вам приеду с фотографом. Хорошо. Вы свяжитесь, пожалуйста, с моим секретарем. Я ее об этом предупрежу, и она назначит вам день. Хорошо. Спасибо большое. Не за что. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Жорк. Наталья, Роза, КОНЕ. КОНЕ. Я из глубины сережеских рот-то прискакала на носу. Да, я прискакала по пробкам на машине. На, держи твой телефон. Спасибо, Наташа, твоя любимая удача. Вечно что-то забывает. Зато правильную девушку ты себе выбрала, да? С хорошей памяти. Бухгалтера. Ты же меня не выбрала, то она меня выбрала. Ты знаешь, мы мужчины податливые, народ. Нас только помоги. А ты что, одна что ли? Ну, как обычно, да. А то ты Мишку не знаешь. Его ж вообще никуда не вытащишь. Ты не забыл на скорой репетиции свадьбы, Жора, а? Ну, я помню. Что-то отрепетируем все лучше, чем в Большом театре. С хором, оркестром, да. Тебе не кажется, что Мишка недоволен, что я так размахнулась, а? Он тебе лично ничего не говорил? Ну, пусть привыкает быть, может, красивой женщиной. Тяжелый труд. Хотя быть возлюбленным красивой женщиной тоже тяжелый труд. Все, на то у меня пора дай нас. Ну, перезвони ты, Жор! Сашка все-таки решила поступать в театральное. Поговорим потом, ладно? Конечно поговорим, поговорим. Много не пей, Жорик. Ну, что, нужно работать вообще-то не сидеть, важно? Да. Ой, ребята! Какая же у вас тут красота! Ну, потрясающе! Такой воздух! Ой, привет! А что ты опоздала? Привет! Красотка! Ну что, ужин пропустила? Много десерта, танцы. Слушай, у меня ответственные идеи сегодня. Я примерялась в военное платье. Кстати, я пока не забыла, приглашение. Буду счастлива, если придете. Никаких вопросов. Придем обязательно. Кто Майя здесь? Здесь уже два раза спрашиваю. Шаманское прессе? Что? Слушай, Анна. Что? Это кто? Поверишь, большую половину из тех, кто здесь, я не знаю. Его в том числе. Знакомо. Светы возьмите. Держи. Спасибо. Ну что, идем? Да. Для этого, Витя. Спасибо. И теперь следующая композиция для тех, кто любит ритмы побыстрее! Встречаем! Здравствуйте. 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 Про сосну и про барсика не слово. Конечно. Ну вот, наконец-то мы. Наталья Тимур Киримович. Очень приятно. Очень. Я с Петланой надеюсь вас знакомить не надо. Да, мы знакомы. Я вас оставлю. Извините. Кстати, моей семье у вас очень нравится. Ну, ждем только вас. Приезжайте. Будем счастливы. Приедет, приедет. Темка его уже уговорил. Скажите, а есть у вас мужские развлечения? Я-то все время слушаю про какую-то косметологию. Конечно, есть. Приезжайте. Я вам все покажу, расскажу. Не пожалеете. Все будет отлично. Дочка из Глади Востока звонит. Простите. Ой, включи громкую связь. Ну, не буду вам мешать. Еще увидимся. Привет. Котенок, как дела? Поговори с мамой. Привет-привет. Я тебя вижу. Да, в ресторане. Да, что ты? Куда собрался наш повар? Уходить в отпуск? Алик совсем уходит. Если в Крионе узнают, что повар уволился, их заказ слетит. Следовательно, они будут проводить здесь свою международную конференцию. Следовательно, мы в минусе, кредит не гасим. Поняла, да. Хорошо. Я что-нибудь в очередной раз придумаю. Там посуды хватает. Все. Все подносит. Да. Давай, как-то шевелись. Проблемы? Да. Слава. А ты меня представишь. С удовольствием. Наталья, это наша суперзвезда, призер международных соревнований по спортивной гимнастике Леонид Марьямов, Россия. А, очень приятно, Наташа. Очень приятно. А позвольте, я вас приглашу, Наталья. Да я не любитель. Ну, а теперь самый добрый рок-н-ролл танцуют все! Да! 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 Кира, а вам кто больше нравится? Спортсмен или актер? Знаю, я его с 14 лет. В Митя закончила спортивную школу. Почти как родственник мой. Ну, то есть у меня есть шансы. Не думаю. Ну, то есть у меня есть шансы. Субтитры создавал DimaTorzok Дорога пройти пару. Ну, передохнуть и повторить. Оказалось, я уже так никогда не снесу свой рок-н-ролл, как на выпускном. Да? Да. Хорошо. Ты с ума сошла? Спать иди. Сейчас, Елена. Сейчас. Еще пять минут. Иди, я сейчас приду. Ты знаешь, увели. Вот только тебе, подружбе говорю. Ну, горю без повара. Нужна звезда. Ну, звезда. Знаешь, звезда дорого стоит. Плошные требования. Он Кротов со своим французом замучился. Одни капризы. Только я потерплю. Только найди. Ладно, если что узнаю, я сообщу. Простой. Я хочу со мной потанцевать. Марина, я потерял спортивную форму. Надо передохнуть. Ну, отдохни. Мариночка у нас потрясающая спортивная форма. Да, дорогая? Да, дорогой. А почему такая молодая, знаменитая и красивая? И одна? Никто замуж не берет. Ну, замуж это, пожалуй, слишком для большой восьмерки. А вот, скажем так, друг для сердца, для... для других прекрасных частей тела. Нет, другая. Не для сердца, не для других частей тела. Правда? Угу. Но такую досадную оплошность точно нужно исправить. Я теперь могу танцевать тонко. Серьезно? Серьезно. Позвольте еще один танец. Спасибо. Спасибо. Не-не-не-не-не-не-не. Мне же нельзя. Я же заработал. Это что такое? Быстро спать. Лоза тебе еще, знаешь, в жизни пригодятся. Ты чего такая? Я переживаю, что ты мамино платье видел. Нельзя же, примета такая плохая. И все? Больше тебя никаких? Проблем нет? Нет. Так вот знай. Я в глаза смотрел. Платье я не видел. Иди спать. Быстро спать. Так да ладно. Какая ты большая дурочка. Вот точно. Большая дурочка. Давай. Спокойной ночи. Маленькая. Субтитры подогнал «Симон» Ну и последняя импровизация вечера. Ночной коктейль. А я, Георгий Ковальский, прощаюсь с вами. Абонент. Время не готовы. Перезвоните в телефон. Продолжение следует. Простите. Слав. Наташенька, Наташенька, может быть, присадитесь с ними? А, нет, спасибо. Я уже скоро поеду. Кофе совершенно невероятное. Ну, просто волшебство. Ты узнай, пожалуйста, на кухне, где они закупки делают для меня. Да. По-дружески. Это правильно просто. Где ты в точку попала? Потому что поставщик, он же разный был. О, поставщик, он точно разный. Который честный, а который ужас какой безобразный. Ура. А ты не перебрал, нет? Угруйте. Марин, можно ли тебе на два слова? Извините, у нас хозяйственные вопросы. Это обязательно? Да. Жора. Сейчас, погоди, одну секунду. Сейчас. Наташ, я Кузьминым в охотничьих хозяйствах. Что? Ну, Антипозному звонит. Там телефон очень плохо берет. Что ты мне говоришь? Очень плохо берет, правда. Ну, скажи. Что ты делаешь при всех? Не больно. Открытие ресторана. Хоть бы дочери постесняла. Совсем стыд потеряла. А что же я такого делала? Скажи ты мне, пожалуйста. Что произошло? Что ты орешь на меня? Ну, то есть, ты думаешь, что я не знаю, что у тебя был с ним роман? А потом кто? Водитель, да? О, да. А потом Шурик был. Да. Я не хочу это слышать. Нет, подожди. Ты после Шурика ты сказал, что ты завяжешься этим делом. Ты по второму кругу пошла, да? Пошла. Знаешь что, мне это надоело. Все. До конца концов мне уже все равно, с кем ты спишь. Не ори. Ну, ты меня позоришь, понимаешь? Ну, я все-таки твой муж. Пока. Знаешь, что я подумала? А если тебе все это надоело, давай с тобой разведемся. Потому что ты мне тоже осточертел уже. О, Слава. Слушай, ну все, я закончил. Давай рассчитаемся от этого. Бежать. Угу. В моей жизни грядут перемены, и я хочу это с тобой отместить. Перемены, это очень хорошо. Так, вот, лыжи. Ага. Ну, все, ну, позови. Давай. Всегда твой. Я переезжаю в квартиру, где мы с тобой встречались. Вау. Угу. Она же тебе нравилась. Очень. Нравилась? Да. Ну, вот я и предлагаю тебе тоже в нее переехать. Ха-ха. Молодой человек, давайте. А что же скажет твой муж? Ха-ха. А это вот как раз и является поводом, чтобы отметить. Я, Ленечка, развожусь. Марина, это же замечательно. Это большой шаг. Я к тебе очень хорошо отношусь, но я не могу так быстро менять свой образ жизни. Не поняла. Значит, отношения замужней женщины тебя устраивают, а свободная тебе не нужна. Марина, а давай ты не будешь устраивать скандал, тем более на людях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кто это сейчас уехал, не знаете? Знаю. Наталья Орлова, хозяйка любимой дачи. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что ты думаешь? Ты знаешь, если я проснусь, тогда заснуть еще трогу. Прости. Что там там было так долго делать? Отметилась, расставилась, со всеми все. Зачем тебе все это надо? Завтра будешь вареным огонь. Завтра будешь вареным огонь. Все утренние заселились нормально. С обедом что? Алик дает последнее наставление своему шефу, а тут настолько счастлив, что Алик уходит, что совсем соглашается и неприлично сияет. А мне кажется, он рассчитывает на это место. Наташ, может быть, все-таки рискнем? Дадим ему попробовать. Ну вот. Слушай, ну давай будем считать, что вот сейчас он как раз и пробует. Да. Привет, ребят. Наташ, мне нужна твоя подпись. Убирайте, девчонки. Работайте. Внизу на каждой страничке? Да. Хорошо. Слушай, ты меня не наберешь на телефончик? Такое ощущение, что сигнал не проходит. Сейчас, минутку. Звоню. Ой, Господи. Ничего себе звонок, Наташ. Такой громкий, его, наверное, на том свете слышно. Да ты знаешь, я когда по территории хожу, ну, шумно, я не всегда слышу. Ну, насчет повара ждешь, да. Ага. Ой, забыла тебе сказать. Я же своими собственными глазами вчера видела, как твоего Жорика какой-то орел утащил в охотничьих хозяйствах Кузьмины. Он отработал программу и сразу уехал. Наверное, деньги большие посулили. Ну, короче говоря, он просил тебе передать, что там действительно, правда, очень плохо ловит телефон, а он тебя любит и обожает. Да мне все равно. Пусть делает, что хочет. У него везде телефон плохо ловит. Так, что-то я не пойму. Все? Больше не ждем, не любим? Ну, по крайней мере, я тренируюсь не ждать и не любить. Спасибо. Давай. Давай. Так. Ой, мило. Сторонечку. А это все, что у нас за апрель есть? Да, да, да. А? А кто там разговаривает? Сашка? Да. Саша! Тебя Наталья Александровна зовет. У меня занятий нет в это время. Я помогу к тебе приехать. Ну, папа, а ты точно что на курсе? Годы возьмут. Слушай, ну это первоклассные, дорогие курсы. Способных людей туда берут в любой момент. Ну, а вдруг я не способная? Ну, моя дочь и не способная. А где я жить буду? Ну, вдруг мы с твоей женой… Моя жена тебя ждет, не дождется. Вы будете с ней подружками. Ну, если хочешь, квартиру тебе снимем. Без проблем. Ты какую квартиру я собрался снимать, а? С каких пор ты такой заботливый стал? Ты раньше-то где был? Ты что? Ну, что за манера влезать в чужой разговор? Это он нам чужой, Саша. Он. Мам, что ты делаешь? А ты что делаешь? Ты вообще как его нашла? Да еще за моей спиной, Сань. Мам, ну я хочу быть актрисой. Господи, ты хочешь, чтобы быть актрисой, ты ей будешь. В этом году курс набирает Ягодкин. Я с ним уже обо всем договорилась. Сашка, ты что? Мам, ну ты предлагаешь мне Ягодкин, а папа предлагает мне Голливуд. Ты кого слушаешь-то? А где Наташа? Наташа! Наташа! Ты что? Сейчас. Что? Ну что ты кричишь? Что случилось? Жорка. Что Жорка? Я тебе сказала, что он в охотничьем хозяйстве. Он набился и стал палить из ружья. Кто-то вызвал полицию. А теперь он, конечно, доступен и просит, чтобы мы ему помогли. Что у вас? Пожарное моднение, заезд китайской делегации. Жорка. Жорка опять в историю влип. Надо его вручать. Вашему Жорке уже сорок лет. Пора отвечать за свои поступки. Там полиция. Да хоть войска НАТО. Надоело безудержное пьянство и хулиганство. Он там палил в кого-то. А на меня-то вы чего смотрите? А, то есть я должна ехать, да? Отлично. Хорошо, конечно, я поеду. Я же все привыкла разгребать. Вы своей заботой и жалостью калечите мужика. А вообще-то ты говорила, что тебе не хватает времени на подготовку к свадьбе. А таскаться по охотничьим хозяйствам у тебя время есть. Миш, ну ты-то хотя бы не начинай. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пожалуйста. Нет, я не вижу. Все хорошо. Я вас не обижу. А приедете с семьей, у меня к дачу. Да, спасибо. Творческий человек стрелял не из злого умысла, а от восторга, видимо. Да? Да, да. Да, конечно. Ладно. Раз уж он артист, езжай, артист. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Благодарю, ангел ты мой, освободитель. Спасибо. Аню свою благодари. Друг твой, Ягодкин, где? Я пока не друг. Бойся друга, как врага. Все, испарился. Спасибо. Пока, Егор. Я тебе... Спасибо. Всего доброго. Спасибо, товарищ. Сладись уже. Ну, что ж такое-то, а? Подожди, 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 не буксуй. Ушло. Ой, нет. Ну, что? Ну, что, что? Сейчас. Давай. Давай. Что давай? Раз. А побыстрей? Два, три. Давай. Эй, 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 эй. Фу. Фу. Ну, давай побыстрей, Жон. Ох. 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 Все? Все. Дыши. Вперед. Вперед. Угумонись, а? Дай сюда. Ну, куда? Совести у тебя нет. Ну, вот что, Таньке, бесконечно нервы мотаешь, а? Господи, зачем я вас столько познакомила? Да. Теперь бесконечно чувствую себя виноватой, ясно? Да на, блюд, претезиономия, что ли. Ого. Томна. Очень душистая. Томна тебе, да? А мне каково? Ну, ты понимаешь, что Мишка вообще не хотел этих свадебных церемоний? Я его еле уговорила. А теперь что? Ну, ты же ведущий. Ну, вот что ты сегодня учудил? Ты понимаешь, что Мишка уже тошнит от твоих выходок? Ну, ровно, чтобы от тебя не тошнило. Ой, остряк-самоучка. Обижаешь. Я, между прочим, закончил школу-студию Махату. Ну, что ты делаешь? Ну, что ты тримаешься так весь? Ох. Чего не отвечаешь-то? Что? Кто там? Не знаю, кот, но уже неизвестно. А, ну, не отвечай. Надо будет перезвонять. Так, я сейчас сиди тихо. Куда ты? Куда ты? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Я представляю частную клинику «Здоровье навсегда». Будьте добры. Ну, что ты вылез? Поехали. Ну, подожди, дай я отдышусь-то. Ну? Кто этот таинственный собеседник, с которым про меня разговаривать нельзя? Да. Выскакивать в кусты. Буйраки. Мой гинеколог, Жор. Поехали. Сейчас, сейчас. Наташа, спасибо тебе большое. Я сейчас его приведу. Удачи. Чтобы завтра утро был в форме. Будет. Будет как миленький. Прости. Да. Алло. Добрый день. Отниму у вас минуту внимания. Наша фирма предлагает услуги по дезинфекции. Нет-нет. Спасибо вам большое. Мы в прошлом месяце уже проводили дезинфекцию у всех помещений. Спасибо. Извините. До свидания. Я пошла. Ну что, ты сам-то цел? Ой. Плохо мне, Анют. Плохо? Наташка даже пиво не дала мне купить. Так она ж тебя от тюрьмы спасла. Назвала меня, как продукт. Скоро портящийся. Спасла тебя. Спасла. От тюрьмы. Я должен быть ей благодарен. Отлично. Конечно. Спой. Я должен, я. Конечно. Пойдем. Благодарен. Да. Пойдем. Налей мне что-нибудь покрепче. Ты представляешь, на что похожа твоя печень? Все. Давай. А при чем тут моя печень-то? Как при чем? Ну, ты же меня любишь. При всем. Целиком. Прямо со всей печенью. Конечно. И прочим. Ливер. Конечно. Я тебя люблю. Ну вот. А кто любит Анют, тот обязательно нальет. Ничего подобного. Давай-давай-давай. Все-все-все. Не рассказывай. Ой, ой, что это такое? Я не могу пройти. Почему? А я застрял. Блин, что-то. Не знаю. Застрял. Боже. Что ж теперь делать-то? Не знаю. Надо что-нибудь налить, чтобы я проскользнул. Ну, нет. Надо просто пойти и лечим. Куда? Пойдем-пойдем. Ну, пора. Ой, что-то плохо. Ой. Ой, нехорошо. Сейчас будет хорошо. Давай-давай. Ой, не знаю. Прямо здесь. Сейчас упаду. Наливай скорее что-нибудь. Зачем тебе любовь моя? Зачем тебе весна моя? Зачем тебе весны мои? Зачем тебе весны мои? Прошу тебя немножко в уши. Ты одна? Очень хорошо. Так. Мало того, что не пришла ко мне на процедуру, так еще рыдаешь. Что случилось-то? Все. Ну, все это не мало, а поподробнее. А я влюбилась. В смысле? В плохом. В самом плохом смысле. Ну, не в Мишку, конечно. Тамара, ну не тупи. Господи, боже мой. А в кого? О, господи, этого еще не хватало. Ты не говори. Мишка столько лет ждал, он весь светится. Ну, красивый и что? Господи, да причем здесь красивый. Тамара. Он какой-то... Я даже не понимаю. У него, знаешь, какая энергетика просто бешеная. Мы когда с ним танцевали, я себя поймала на том, что я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Ну, если только с Артемом сто лет назад. Я не знаю, меня колотит все, когда я о нем думаю, понимаешь? Ты что, серьезно? Да, я серьезно. Нет, ну если ты встретила самую главную любовь в своей жизни, то конечно, да, то не стоит от нее отказываться. Да ты что? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Да. Нужно сразу все сказать, чтобы потом никого не обманывать. Ни себя, ни Мишу. О чем говорить-то? По факту не было еще ничего. Может вообще ничего не будет. А потом ты меня прости, конечно. А как ты себе это представляешь? То есть я должна предать человека, с которым я прошла все ужасы, да? С которым я бизнес поднимала, который воспитал моего ребенка, у которого никого, кроме нас, нет, да? То есть ты хочешь, чтобы я его лишила в один момент, когда у нас только-только все устаканилось. И работы, и семьи, да? Ты мне это предлагаешь? Серьезно? Ты вообще не забыла? У нас завтра репетиция свадьбы. Так, на минуточку. Доброе утро всем! Просыпаемся! Вот умницы! Итак, девушки, когда Наталья... Миша, иди сюда. Выходи вот сюда. Когда Наталья займет место рядом с женихом, Наташа, прошу, вы выстраиваетесь полукругом. В подкову, понимаете? Не в линию, а в полукруг. Втроем? Подковой? Жор, ну правда. Нет, Жор, мы подковой не можем. Девушки, все линии должны быть плавными. Все должно быть плавно, грациозно. Хорошо, давай. Я не хочу подковой. Хорошо, давай. Это свадьба, в конце концов, а не военный парад. Репетируем, как перед маршалом. Так, девочки, Мендельсон, давайте. Раз, два, три и... Вот, хорошо. И мы. Ну, пожалуйста, ну такая скука. Ну просто скука ерунда. Жор, ну извини. Девчонки, а вы можете что-нибудь повеселее? Ну типа рок-н-ролл, а? Ну мы же не пенсионеры, правда, девчонки? Ну, Миш, давай мешай. Ну, пожалуйста. Попробуем. Давай, давай. Ну давай, что-нибудь. Жора, давай. Раз, два, 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 два. Давай, давай, ребята. Пожалуйста. Ну давай, давай, давай. Рок-н-ролл, ну хватит. Ну, ну есть. Ну. Так, все хватит. Давайте никакого рок-н-ролла сделаем, как Жорка предлагает. Выйдем нормально, как люди, а не как школьники. Наташ, ну что с тобой? Ничего, все нормально. Ну, не пожалуйста. Давайте попробуем по старинке, как я предложил. А у кого теперь? Наташ, ребят, я запретил звонки, Наташ. Тихо, тихо, тихо. Да, Слав, привет. Да ты что? Да, конечно. Уже еду. Хорошо, спасибо. Давай, давай, да, бегу, бегу. Ребятки, ну извините, теперь без меня. Ну как, без невесты, свадьба. Слушай, Мишенька, нам кажется, засветил потрясающий повар. Не расходимся, не расходимся. Давай на место, вставай. Будешь за невесту. Я за невесту? Да, за невесту, а как? Вот в таких вот условиях приходится работать с художником. Так, встали, вы в полукруге, девочки играем и пошли на меня. Помним, да, все должно быть медленно, очень красиво, грациозно. Подходим к ресторану. Подходим. Здесь мы перестраиваемся. Невеста и жених выходят вперед. Вот здесь стоят. Замечательно. Так, музыканты, девочки. Вот здесь вот выстраиваемся в шеренгу. Начинаем играть этот канон по Ахельбере. Вот, замечательно. Умницы. Официанты. Где официанты у меня? Бегом сюда. Бегом, бегом. Давайте, давайте. О, умницы. Так, распахиваются двери ресторана. Здесь у нас последний поцелуй невесты на воле. И мы красиво, грациозно проходим все вперед. Да, замечательно. Давайте, вперед, вперед, проходим, проходим. Видели, как надо репетировать? Да, с полным подключением. Молодец. Учитесь у Ермоловой. Учитесь. Этот Кротов плохой человек. Я много работать. У меня быть много патронов. Но такой. Он кричит на меня. Никто не может кричать на Жан-Луи. Так, а что насчет моего продолжения вы думаете? Русская природа? Да. Магифик. Отдельный дом? Да. Трибион. И деньги в плюс? Договоримся. Супер. Тогда ждите меня завтра. Прекрасно. Мишка, привет. Повара я нашла. Так что банкет спасен, да. И с долгами скоро расплатимся. Хорошо. Я перезвоню тебе. Да. Ну, что я могу сказать. Москва маленький город. Не, город он большой. Но вот хороших ресторанов действительно очень мало. Наталья, что вы делаете в моем ресторане? Я вас не приглашал. Здрасте. Здрасте. А у меня свидание. С Леонидом. С Леонидом? Да. А мне кажется, что вы встречались с совершенно другим человеком. Ну, Боря, это только тебе так кажется. Пойдемте. До свидания. Да, вы извините, что я вас так дернула. Вы, наверное, кого-то ждали? Да. Пойдемте. Надо. Где ты? Не-де-де. Ты хочешь? тамар томка тамар ты чего здесь в чем дело что с тобой неужели у какой-то клиентки от твоей косметологии пол лица отвалилась но если было дело в косметологии я все поправила вот ты наверно не веришь что я хороший косметолог на что то верю верю к чему ты плачешь хороший косметолог вот все говорят зырянин зырянин его платья любую серую мышь королевы делают а я что смотрел на себя в зеркало и да какая мне уже разница в каком я платье ой тамар брось время для всех в одну сторону идет вот на меня посмотри на ты какой был на выпускном такой есть так я не понял кто кому должен комплименты делать а удивительный человек мишка хорошо с тобой спокойно так бы сидел с тобой сидел я не люблю когда много народу это я не люблю но грядет массовое торжество готовлюсь пережить тамарка нужен твой женский совет как думаешь что наташки на свадьбу подарить я думаю такой навороченный кухонный комбайн чтобы знаешь такой вот супер чтоб из нержавейки чтоб как знаешь космический корабль прям или не туда отлично подарок наконец-то наталья но и чаще бывает дома и начнете готовить это живете как гостиница но ты бы согласилась ну в смысле обрадовалась если бы я тебе такой подавил гостиница еще не думал вам подарок почему то в принципе я вам покажуceptions Субтитры создавал DimaTorzok Я могу с тобой поговорить Опять про Китай? Я не виноват, что в Китае цены то, что я доктор наук И что у меня выдался такой шанс Фим, но ты в Китае своей физикой будешь заниматься А мы с Толей с чем? Прозябать? Ну почему? Ну ты-то ведь везде себе работу найдешь Меня вынуждали обстоятельства У меня там будет лаборатория Квартира в центре Пекина Я 20 лет считался с тобой Теперь, пожалуйста Фима, вот почему ты надел опять кофту от одной пижамы, а штаны от другой пижамы Ну я же специально кладу их на разные полки Ну объясни, пожалуйста, почему ты так делаешь, а? Да какая разница Мы едем или остаемся Фим, у меня свадьба у лучшей подруги Вот как только все закончится, я обещаю тебе Мы обязательно все обсудим и обязательно все решим Вот честное слово Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Нет. Збей. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Оля. А это что такое? Это? Не знаю. А тут повесел. У меня новая невеста. В смысле? Ну, с Гриней. А что такое? Откуда? Висела на нашем свадебном информационном стенде. Ничего вы так вчера развернулись во время репетиции, да? Надеюсь, ты не станешь ревновать. Хотя, если я вдруг соберусь налево, то виновата в этом будешь только ты. Потому что вечером ты приходишь, я уже сплю. Утром уходишь, я еще не встал. Наташка, я соскучился. Ну, у меня очень много работы за парой, правда. Ну, прости. Так кто это нам мешает? Клиника стоматологическая. Ну, вот совершенно не вовремя сейчас. Слушай, а сегодня привезут вот эти цветочные арки, да? Ты с ребятами разговаривал? С практикантами, да. Они с удовольствием это сделают, это будет их свадебный монархик. Ты даже эскизы не смотрел. Наташ, ну, не правда все равно. Ну, как я тебе доверяю, ну, честное слово. Главное, чтобы тебе нравилось. Хорошо. Да, Василий Васильевич. Ну, что, плохо очень? Что? Сейчас повар приедет после обеда. Сейчас буду. Что такое? Похоже, вытяжка накрылась. Я соскучилась, Петюлянна. Давай поедем на две недели в Антаре. Давай. Марина, Марина. Что? Что? Может? Ну, что? Ты замечательная красивая девушка, ну, хватит. Ну, серьезно. Мы не будем вместе. Нам надо расстаться. Я не буду твоим мужем. Что ты говоришь? Смешно. Но я тебя не прошу об этом. Какая разница? Вечным любовником я тоже не собираюсь быть. Нам надо расстаться. Остаться? Ты серьезно? Ты серьезно? Правильно ли я понимаю, что на горизонте замаячил другой вариант? Милый мой, ты ошибаешься, если думаешь, что со мной так можно поступать. Вот. Привезли. Примерь, пожалуйста. Ага. Спасибо. Ой. Они что, размер перепутали? Да нет. Вроде правильно. Ты похудела сильно в последние дни? Ты давай ешь что-нибудь, а то совсем растаешь, как Снегурочка. Размер просто надо поменять, и все. Ты знаешь, мне надо уехать. Буквально на час. Я тебе не нужна. А что случилось? Потом расскажу. Хорошо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держи. А ты чего одна? Саша где? Она сказала ненадолго. Так. Домой пошла. Ясно. Познакомлю тебя с режиссером, с которым я работаю. Я уже сниму третью картину. Слушай, пап, ну мне тогда английский нужно подтянуть. Так. Так, английский это конечно очень хорошо. Мам, ну ты опять. Ну кто тебя просил? Он же хочет мне помочь. Кто хочет помочь? Он? Да ему доверять нельзя. Мам, да ты просто злишься на него. А вдруг это мой шанс? А ты вот сейчас все портишь. Я все порчу. Я договорилась насчет ягодки, но он тебя прослушает. И давай так вот, решим на берегу. Если он скажет, что у тебя талант, и даже если ты не поступишь на бюджетное отделение, я буду оплачивать твое обучение. Но, Саша, если он скажет, что это не твое, я тебя очень прошу, пообещай мне, пожалуйста, что ты будешь поступать в университет на экономику и туризм. Договорились? Нет, не договорились. Тогда я все равно поеду к отцу. Я имею право. Конечно, ты имеешь право. Но тебя не выпустят без моего согласия. Саша, я с тобой разговариваю вообще-то. Не поворочивайся ко мне спиной. Ты всегда все решаешь за меня. Да, Миш. Наташ, там этот месье-повар приехал раньше времени. Возле административного корпуса припарковался. Да, да, я поняла. Что с вытяжкой в итоге? Да, с вытяжкой-то все в порядке. Там проблемы посерьезней. Воздуховод забился. Господи, этого духа не хватало. Наташ, я разберусь. Ты, главное, задержи его. Да, хорошо. А ты, между прочим, сейчас должна быть на своем рабочем месте. Ну что, я могу вас обрадовать, вы? А я все слышал. Доктор, можно, да? Ну, я поздравляю. Ну, поздравляю. Ты так давно этого ждала. А ты? Ну, что я? Ну, помог, чем мог. Поосторожнее, папаша. У нее первые роды. Она барышня взрослая. Вам теперь нужно заботиться о ней. Проявлять внимание. Вам никаких физических нагрузок, волнения. И поаккуратней на солнце. Ага. Спасибо, спасибо. Ты понял, да? Мне вообще нельзя ломаться. Я понял, понял. Прошу. Спасибо. Ну что, все? Ну, все? Я повезел. Подожди. Ну, давай отметим такое событие. А, ну, пить-то тебе теперь все равно нельзя. Нет. Ну, вот, а ты выпьешь, тогда и будем отмечать. Я провел себя уже лучшего мужа. Мне пора. Не жди. Да, Рыбка? Уплыву к тебе. Ну, я надеюсь, вы услышали меня, Борис? Конечно. Конечно, я вас слышал. Я поговорю с этим тренером и все решу. Благодарю вас. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Нина. Привет. Я в зал. Борь. Да? Давай поговорим о Леониде. И ты тоже. Мне только что на него жаловалась твоя подруга Нина Жукова. Есть острое желание его уволить. За что? За то, что он невнимательен к женщинам. Но мы же знаем, чего они от него хотят. Просто красивый мужик. А, ну, если искать основания, их всегда можно найти. Поссорились, да? Марин, ты умная деловая женщина. Должна понимать, что нельзя путать бизнес и свою личную жизнь. Борь, я живой человек. И ничто человеческое мне не чуждо. Миша. Сейчас, подожди. Ну, что тут у вас? Гнездо. С воздуховодом что, Миша? Ну, птица свела гнездо прямо в воздуховоде. Вот он забился. Серьезно? Вы его вот так целиком вытащили? Вот так. Мишка, ну что, на дерево, а? Да нет, ты знаешь, птица уже не вернется в гнездо, если к нему прикасались. В чужие руки. Ну, это что? Да. Наверняка плохая примета. Разоренный гнездо, разоренный дом. Таша, перестань. Веришь во всякую чепуху? Ладно. А Таша? Мама. Я это, с хореографом решил подниматься. В смысле? Ну, ты же хочешь танец, чтоб тебе ноги не отдали? Миша, не надо никакого танца. Ты не мучай себя. Будь собой, ладно? Будь собой. Все, я побегу. Друзья, минуточку внимания все. Знакомьтесь, это наш новый шеф-повар Жан-Луи Дюбуа, знаменит своими кулинарными шедеврами. Проходите, пожалуйста. Так, это Василий Васильевич, управляющий нашим рестораном. Это Гена. Геннадий. Су-шеф, ваша правая рука, отныне. Что? Петушок тушеный в красном вине с чесноком и овощами. Грибы, лук-шалот, морковка, селери, петрушка, лаврушка. Угадал? Все точно, только не петушок, а курица. В Бургундии это блюдо называется коковин и готовят его именно из петуха. Неплохо, но нужно добавлять бекон и тимьян. А еще к этому блюду я бы посоветовал специальный соус оригинал. Правда, для этого нужен специальный миксер. Вы знаете, если вам чего-то не хватает из оборудования, в кратчайшие сроки мы все закупим. Просто составьте подробный список и передайте его бухгалтеру Ане. Василий Васильевич вам с большим удовольствием в этом поможет. Пройдем в зал. Благодарю. Я не понимаю, зачем мне этот француз понадобился. Ты у нас ничем не хуже. Им нужна звезда. Ладно, не переживай. Будешь ты у нас шефом? Лет через двадцать. Ну, почему через двадцать? Может, ты раньше? Давай. Восемь. Девять. И еще разок. Десять. Хватит. Ага. Как спина? Нормально. Нормально? Пойдемте. Слушай, Лень. Ты же по части баб у нас спец? Тебе совет нужен? Нет. Жалобы поступают. Квалификацию теряешь. На всех не угодишь. А на всех не надо. Два. Но есть особо разборчивые экземпляры. Ага. Понимаешь, Лена, ты должен на занятиях создать нужную ауру. Атмосферу. За те деньги, которым у тебя платят. Боря, не порывай носок. Какая аура, какая атмосфера? Я с этими экземплярами спать не собираюсь. Сколько еще? Еще два. Нет, сам делай. Еще спина? Да. Давай дерни. Ага, руки. Ну все. Все. Дыши. В сторону. Ты не тренер, Лень. Ты золото. Но бизнес – вещь жесткая. Ты деньги с неба просто так никому не помнишь. Да. Кстати, с Мариной настоятельно советую вернуться в прежний формат отношений. А то ведь от любви на ненеский один шаг, а Марина, насколько я знаю, быстро шагает. Оп. Привет. Смотрите, кто нарисовался. Ты бы еще к вечеру приехал, а, дизайнер. Кто хочет, тот и пашет. Слушай, а кто не пашет? Тот за что-то просто так получает, так что ли? Толик, ты чего ко мне прикопался? Я в пробку просто попала. Ага. Что это за бревна? Это конструкция для свадебных арок. Ногами не трогать. В смысле? Зачем? У нас же никаких арок не было по плану. Наталья Александровна попросила помочь. У нее уже свадьба. А, я поняла. У нас просто Валера хочет поощрение получить. Не, ну ты молодец. У тебя, кстати, могут на работу взять, да еще и денег дадут. О, дядь Миш, здрасте. 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 Ребят, смотрите, я принес вам эскиз для свадебных арок. Да. Интересно. Оригинально. Класс. Ну, давайте, изучайте. Привет, Том. Привет. Да. Держи. Здрасте. Здрасте. Миша. Я вот вообще не понимаю, зачем жениться, если потом все равно разводиться. Миша. Хотела тебя спросить. Вы смотрели фотографию вашей с тобой. У вас поцелуем. Видели? Видели. Наташа даже заревновала. Какой-то негод повесила. Заревновала? Да, зря я это сделала. Ты? Зачем ты это сделала? Ну, просто. Я подумала, мы там так хорошо смотримся. Я не думала, что Наталья это всерьез воспримет. Ну, повесила, повесила. Забудь. Устала. Ну, что поделаешь, утомилась. Инночка. Инуся. Инна Вячеславна. Цветами займитесь драгоценными. Ты что, обалдел? Я лично насчет этих цветов не подписывалась. Так, а вообще, что-то я есть хочу. Толик, я в ресторан. Сейчас со мной идешь? Спасибо. Так, значит, замуж ты не собираешься? Ты мне что, предложение что ли делать собрался? Ну, слушай, не сейчас. Пока мы учимся, а в перспективе… Почему бы и нет? Нет никакой перспективы. Мои родители двадцать лет пробыли в праке. И бац, мать подала на развод. Это частный случай. Таких случаев миллион. Нет, знаешь, я… Я мужа не хочу. Мне достаточно френда, с которым мне просто будет хорошо. Ну, а как же дети? А что дети? Ну, пусть и ребенка будет отец. Я же не против. Понты все это, Иночка. У кого-то, может, и понты, а я просто не хочу замуж. Знаешь, даже если мне предложат мужа с нервчиной скважины, я все равно откажусь. Я не хочу смотреть мужа в рот. Я хочу быть свободной в своих желаниях. Понимаешь? Ты знаешь, мне что-то расхотелось есть. Ну… Да. Что? Сильно залили? Соседка акт составила? Слушай, она теперь с нас трясет три шкуры. Ефим, ну, кто тебя просил, а? Ну, ты всю жизнь истирал, ну, не стоило начинать. Да мало ли что я говорила. Так, Ефим, давай ты сейчас сам во всем разберешься. Куда? В Питер? Ну, понятно. Мне придется все разрулить. Держи. Спасибо большое, Наташа. Я обязательно верну. А? Сейчас вот Толика пойду пошлю, чтобы он с этой соседкой уладил. А я понимаю, почему ты дергаешься? Пусть Ефим все сделает. Ефим? Это твой Мишка все уладит. А мой Ефим, у него руки, знаешь, откуда растут? У него в голове одни формулы. Вот он сейчас поехал в Питер. Он все бросил. У него видели доклад. Я уверена в разных носках, потому что я не проверила. Господи, Наташа, если бы ты знала, как… Я просто ненавижу эти разные носки. Да что ты? Да при чем тут носки-то, Господи, Том? Ну, самое-то главное, что он тебя любит. Разве нет? Очень по-своему. Я не понимаю, зачем мне вообще такая любовь? Если от нее стиральная машина ломается. Господи. Том. От него, от Леонида? Ну, чего ты не звонишь? Силу Вольт тренирую. Мне кажется, если я сейчас свой голос услышу, я пешком на Москву побегу. Так, серьезно? Серьезно. И как далеко зашло? Налеко. Прям любовь-любовь. Прям любовь-любовь. Вот так. Я, конечно, понимаю, что тебе очень сложно, но… Хочешь, я пойду и обо всем расскажу Мишке сама. Ты с ума сошла? Не вздумай. Ну, за Мишку обидно. Он так тебе верит. Не будет продолжения. Я справлюсь. Наталья Александровна, простите, что отвлекаю. Там Жан-Луи уехать собрался. А что случилось? Да Аня Васильевна, главный бухгалтер, отказывается подписывать счета на новое оборудование. Говорит, что француз слишком много всего заказал, дорого получается. Да, хорошо. Я поняла, Василий Васильевич. Спасибо. Разберусь. Извини. О, пошла разбираться. Как всегда, двойные стандарты. А тебе, небось, лишнего полотенчика не подпишут. Василий Васильевич. Анют, слушай, ну в чем дело? Ты почему отказываешься счет подписывать нашему новому шеф-повару? Кто сказал, что я отказываюсь? Васильевич? Да. Я ему объяснила, что я жду твоего подтверждения. Ты видела, какую сумму он выкатил? Ну, я в курсе. Я сама ему сказала, что он может вписывать все, что ему может понадобиться. Откуда у нас такие деньги? Нет, я хочу тебе сказать, что Крион не перевел нам ничего. И не подписал договор. И предоплату не внес. Давай так, с Крионом я сама буду разбираться, а ты мне просто подпиши. Я о тебе заботиться. Слушай, не надо обо мне, пожалуйста, заботиться. Ты понимаешь, что я эту звезду кулинарии еле-еле вытащила к нам. Давай-давай-давай. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Ты бы лучше поздравила меня. С чем? Я только что от врача. Он сказал, что я беременна. Анька, серьезно? Господи, наконец-то. А помнишь, я говорила? Я точно знала, что у тебя все получится. А Жорка знает? Да, мы вместе там были. Что такое? Ничего, просто... Доктор просто сказал, что не все может быть гладко из-за возраста и так далее. Знаешь что? Вот это все глупости. Я не знаю, зачем, но врачи бесконечно всех запугивают. У тебя лично все будет хорошо. Главное настрой, да? На самом деле, ты знаешь, я из-за Георгия. А что с Георгием? Ну, мы только вышли от врача. Он от меня отойти еще не успел. Он уже звонит какой-то рыбке. Я не знаю, как мне снять. Я не понимаю. Ну, что за человек, а? Ты плюнь на этого, Георгия. Мы сами вырастим ребенка. Ребенок важнее, ясно? Пусть он идет куда... Ты вообще помнишь? У меня, когда Сашка родилась. У меня ни профессии, ни образования, ни денег. Молодая была. Вырастили, да? Я понимаю все. Я просто... Я все равно его люблю. Я ничего не могу с собой поделать. Ну, если ее любишь. Потому что не надо ничего делать-то. Что ты с этим сделаешь? Правда? Не от нас же это зависит. Так что люби на здоровье. Ниночка, здравствуйте. 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 Как построение, Эли? Да, заметно. Да. Очень заметно. Совсем другие пропорции. На каких тренажерах удалось достичь таких результатов? Велотренажер, тяга, жим ногами. А слушайте, говорят, недовольны тренером? Ну, все в наших руках, можем поменять Леонида. Ну, мы еще посмотрим, может он изменится. Хорошо. Не буду отвлекать. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Уйдите. Меня зовут Жан-Луи. Я ваш новый шеф-повар. А вы главный бухгалтер? Анна. Анна. Это для вас, Шаранет. Так сказать, кидаю мосты. Что это? Это мой десерт. Вы пробоваете фантастик? Из чего он? Это секрет. Пробовать. Так. Секрет это десерт, когда доходишь до середины, появляется новый вкус. Это как в любви. Всегда нужно открывать новое. Что случилось? Плохо в середине? Этого не может быть. Алло. Выполняя поручение доктора, проявляет тебе повышенный интерес. Как ты себя чувствуешь, моя дорогая? Прекрасно. Меня кормят потрясающим десертом. Как так? Кто посмел без меня? Наш новый французский шеф-повар Жан-Луи. Скажи этому французу, что я скоро приеду. Пусть ведут себя хорошо и не подходят к тебе близко. А то я их знаю, французы. Ведь там мысленно они. Ну ладно, я разберусь сама. У вас потрясающий десерт. Я в жизни ничего вкуснее не пробовала. Как только мне купят планетарный миксер, я буду баловать вас специальный десерт со сливками и фламберг. Я правильно говорю? Вы говорите правильно? А миксер попроще, не планетарного масштаба, вам не подойдет? Нет. Только он может взбивать и смешивать. Специальные насадки, кетюрн. Как планеты вокруг Солнца. Без него никак нельзя. А вы забавные. Плечи, плечи отпускаем. Еще раз. Все, достаточно. Все, дышим, дышим. Что дальше? Ноги. Может быть пауза? Все нормально. Чуть пошире. Готовы? Да. Двадцать раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Стой! Нина! Где? Где болит? Где здесь? Алло. Миш, ты привет. Сейчас, прости. А ты вообще где? Я Васильевича к себе вызвала. Надо с ним поговорить. Хочу, чтобы ты присутствовал. Боль невыносимая. Ниночка, а как это произошло? Я не знаю. Что-то случилось с тренажером. Вы, может, укол сделаете, обезболивающийся? Сейчас сделаем. Аккуратнее. Ой, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Не переживайте. Ниночка, не волнуйтесь, пожалуйста. Я вас прошу, не переживайте. Ну, дышите глубже. Доктор обещал укол. Он сейчас сделает укол. Вот сейчас мы до машины доедем. Боль пройдет, вы успокоите, все будет хорошо. Сделают снимок, посмотрят. Я не думаю, что там что-то страшное. Я думаю, что все хорошо, все обойдется. Просто больно. Просто немножко больно. Сейчас будет легче. Пожалуйста, поаккуратнее, я прошу вас. Аккуратнее. Нина, вы не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Виновных найдем, накажем. Я думаю, что Леониду надо сегодня же уволить. Хорошо, твоя взяла. Пойду подпишу бумагу. Ну, вот и самое. Знаешь, я не удивлюсь, если Нина подаст на него в суд. Он какая-то мстительная. Да что ты. Он ко мне на плевательский относится, а долг платежом красит. Василий Васильевич, а вы зачем сказали Жанлы, что Аня отказалась подписывать счет? Она этого не говорила. Она просто сказала, что она должна посоветоваться по этому вопросу со мной. Так, видимо, я не так понял. Васильевич, ты садись, садись. Васильевич, я не буду терпеть интриги. Ну, не надо так, Наталья Александровна. Ну, мы же не первый год работаем. Ну, значит, идите и работайте. Антриговать не надо. Не надо передергивать чужие слова. Слушайте, мы все взрослые люди, и мы все все понимаем. Имейте в виду, что Гену на эту должность я никогда не поставлю. Так что приложите максимум усилия, чтобы найти общий язык с новым поваром. Хорошо. Наташа, что с тобой сегодня? Мне всем от тебя досталось. У меня голова валит. Ну-ка, признавайся, о чем думаешь? Почему голова валит? Я думаю, об анкете Криона. Я не понимаю, какие вопросы у них возникли. Ну, приедут, узнаем. От Криона? Нет, от Тамары. А, от Тамары. Что там? Тамара хочет? Нет, ничего такого срочного. Я просто... Просто... Господи, я вспомнила, что мне надо в Москву ехать. Миш! Понимаешь? Ты с ума сошла? Сейчас приедет представитель Криона. Кто с ним будет встречаться? Ты! Я? Нет, уж извини. Знаешь, ты наденешь галстук и спокойно с ним поговоришь. Наташа, ты мне... Я действительно очень опаздываю, Миш. Да что за срочность? Я... Тысячу лет назад еще записалась на отбеливание зубов. Понимаешь? Зачем? А за тем, чтобы мои зубы не оказались темными на фоне белого свадебного платья. Ты совсем с этой свадьбой помешал? Да. Потому что мне 37 лет. Это моя первая в жизни свадьба, Миш. И последняя. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина Львовна, я нашла здесь телефон. Марина Львовна, я нашла здесь телефон. Можно? Заходи. Ты в Большой театр собрался, что ли? Да ты понимаешь, сейчас представитель Криона для переговоров, а Наталья срочно в город Кукатьево. Вот. Придется мне его принимать. Она мне сказала, на нее ребенство, а я его уже завязать не могу. Ну, давайте я помогу. А ты чего пришла? Ты знаешь, у меня такой деликатный разговор. И Наталья, она моя близкая подруга. Я даже не знаю, с чего начать. Так, Тамара, не дни такое вступление. Инфаркта хватит. Я считаю, что, что ты должен знать. Я хочу тебя предупредить. О чем? Ну? Ну, Тамара, ну… Я… с Ефимом уезжаю в Китай. Я просто не знала, как об этом сказать Наташе. Просто хотела с тобой посоветоваться. Вот. Ну, раз такое дело… Печально, конечно, но… Не можешь же ты из-за нас Ефима там одного бросить. Ну, да. Наверное. Да. План, пятый этаж. Здравствуйте. А вы не подскажете, Марьяма в какой палате лежит? Такой к нам не поступал. Как не поступал? Его на скорую привезли. Может, он в реанимации? Как узнать? Ну, узнать надо было внизу, в справочной. Я не увидела справочную. Ну, помогите, пожалуйста. Сонь, скажи, пожалуйста, Марьямова куда положили? Как зовут? Леонид. Леонид. Нет? Нету такого? Ладно, давай. Говорю же, не привозили. Не, ну, это невозможно. Мне сообщили, что его везут сюда. Помогите, пожалуйста, человека найти. Женщина, это нерозыскное бюро. Спасибо. Леонид. Привет. Привет. А... А ты чего здесь? А ты вообще как? Ты цел? Что случилось-то? Со мной все нормально. Я просто в интернете прочитала, что ты в больнице с серьезной травмой. Нет, это не со мной. Это наша клиентка. Я что-то так испугалась. Слушай, перестань. Это всякие уроды ересь пишут. Главное, чтобы их портал заметили. Но мне очень приятно, что ты с меня так волновалась. Нашелся пропащий? Ой, так вы же тот самый Марьямов. Нет, что вы. Я его двоюродный брат. Угу. Ну, конечно. Я тебя прислал, это мой брат. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я люблю. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что? И мне не отвечает Но ведь знает же, что важная встреча. Что там у нее могло случиться? Может, еще не может говорить. Еще у врача сидит Что? Кажется, нас заперли И что делать? Может, постучать? Там же ходит кто-то. Наверное, откроют? Точно. Давай постучим. Нам открыто спросят, как вы сюда попали, что вы здесь делали Потом начнут фотографировать, выкладывать это все в интерьер А я лицо узнаваемое в Дима Бердинина Нет, стучать нельзя А что делать-то? Сейчас Так Что ты хочешь? Ой, высоко Да Ну, в принципе, здесь до крыши недалеко Могу перешагнуть или перелететь Ты с ума, что ли, сошел? Пятый этаж Я же спортсмен Я спортсмен, бывший гимнаст А бывших гимнастов не бывает Ну, хватит дурить, но это невозможно Послушай, ты что, волнуешься за меня? Волнуюсь Вот, правильно Но у нас нет другого выхода Все Здесь я приду сейчас Ну, нет, ну ты что, всерьез, что ли? Ну, Лень Ну, тише, тише Я сейчас упаду, будешь виновата Леня, ну не надо Тихо Так Осторожно Пожалуйста Лень А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Наташа! 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 Не надо. Наташа, 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 послушай меня! Что? Что? Мы должны быть вместе где-то. Ты издеваешься? Нет, нет. Ты что? Ну, что ты меня мучаешь? Нет, ну, ты понимаешь, что я сама не справляюсь. Это какое-то помешательство, честное слово. Ну, не надо. Это невозможно. Мы не можем ничего решить. Нет! 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 Все. Не, я все нормально, просто не могла говорить, а у тебя что случилось? Это плохо. Это очень плохо. Я приеду и разберусь. Я скоро буду. Давай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Вижу. А ты никогда ничего не замечаешь? Ну, потому что, потому что я тебя люблю. Что-то не так? Все хорошо? Ну, я ж вижу, чувствую, что что-то не так. Не-не, все нормально. Слишком хорошо тебя знали. Просто я как-то не очень хорошо себя чувствую. Прости. Зря я ездила на это отбеливание. У меня теперь голова гудит. Даже занабит немножко. Представляешь? Ох, старушенька ты моя. Ты издеваешься надо мной? Прости, прости, невеста. Это что-то меня от того, что мы вместе состаримся. Знаешь, я еще в школе смотрел на тебя и думал, вот с этой девочкой я встречу старость. Мишка, ты уже тогда старость и думал. И не жал себе никого другого. Миша, а что с Кривоном? Да ты знаешь, я надел галстук, ждал, ждал. Потом позвонил секретаре и сказал, что извините, свяжемся с вами завтра. Что-то не так. Наташ, а что не так? Это все неправильно. Давай ужинать, а? Наташ. Это надо все прекращать, понимаешь? Останавливай. Все вот это вот заканчивать надо пока не поздно. Не мешай, что это невозможно, это невыносимо. Все, надо эту свадьбу отменять. Не трогай меня, пожалуйста. Не трогай меня, что я не попаду на другую очередь. Это не так, что это будет хорошо. Это не так, что можно за патерс. Это не так. Ладно, ладно. И вот, ладно. И вот, ладно, ладно. Я готов. Наташ. Ладно. Наташ. Что-то случилось? Я отменила свадьбу. Да ладно. Так, ну-ка пойдем в колокольчики. Так, пойдем-пойдем-пойдем-пойдем-пойдем. Сегодня свободно. Так. А Мишка что? Ты ему про Леони это сказала? Не, ну так нельзя. Ты представляешь, в каком он сейчас находится состоянии? Он же ничего не понимает. Ты должна пойти сейчас все объяснить, все ему рассказать. Я не могу. Ну как? Ну а как просто вот так раз и все отменить, ничего не объяснив? Я не понимаю, как я решилась. Я не понимаю. Ты действительно отменишь свадьбу? Я не могу больше врать, Миша. Я просто не могу. Я прям, ты знаешь, так остро это ощутила. Что я, ну, не имею права сидеть с ним за одним столом, расковаривать, спать. Не имею права делать вид, что все нормально. А не могу больше. Вообще не могу. То есть ты любишь Леонида? Я люблю. Все, 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 тебе надо поспать. Давай. 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 Привет. Привет. У тебя какой-то странный голос. Я отменила свадьбу. Я все отменила. Наташа, давай я к тебе приеду сейчас. Ты где? Нет, нет, не надо. Все, все хорошо. Наташа, ты не можешь быть одна сейчас? Я завтра тебе позвоню сама. Хорошо? Спокойной ночи. Пау-па, угут. О... Доброе утро. Аппетит, Ольга. Доброе утро. Я немного опоздал. Прошу простить. Михаил? Нет. Михаила Сергеевича еще нет. Как нет? Не назначено это время. Мы хотели обсуждать детали завтрашные свадебные торжества. Я хотел менять меню. Я правильно говорю? Да. Я все помню. Но Михаил Сергеевич еще не пришел. Сейчас мы ему позвоним. Подождите минутку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не отвечает. Тогда может быть Натали? Ее тоже нет. А кто же есть? Есть главный бухгалтер, Анна. Если Анна только есть, значит, Анна будет есть. Коломбо. Давайте так. Вы мне оставляете все ваши предложения. Как только Михаил появится, я ему сразу все передам. Ладно? И он сразу с вами свяжется. Я понял. Они уже в медовый месяц. Это единственное оправдание. О! Спасибо. Анна Васильевна, вы не знаете, когда Наталья Александровна будет? А то люди звонят, интересуются. Нет. Ну, ничего не сказала. Странно. И ведь Михаил Сергеевич никогда не опаздывает. Не извините ни на свадьбу, ни на похороны. Тип он... Тип, тебе на язык. Тип он... Это что такое? Я это не пил. Вячеслав Анатольевич, это Инна. По ее указанию я все записываю на ваш счет. И часто она так делает? Да каждый день. Счет уже сильно вырос, а сегодня, вообще, само утро тут. И где же она? Играет на бильярде. Спасибо. Свободен. Марина, я прошу тебя приехать. Я тоже, я тоже не желаю тебя видеть. Но это очень серьезно. Это касается Инны. Марин, привет. Привет. А что, ты звонила в больницу? Да, звонила. Она не собирается подавать на нас в суд, я надеюсь? Нет, не собирается, будет спокоен, состояние удовлетворительное и, ну, я сегодня съезжу на разведку. Хорошо, Мариночка, Мариночка, значит, послушай, это твоя знакомая, это ты ее привела сюда к нам, ясно? Я что, поэтому ты поговори с ней, чтобы без всяких фокусов. Хорошо, я с Ниной поговорю, а ты поговори с Леней. Ну, чтоб без глупостей. Каких глупостей? Ну, без всяких глупостей. Единственный умный поступок, который он может сделать, это жениться на мне. Подожди, ну, мы же его уволили. Мариночка, ну, утром уволили, потом передумали. Я не вижу в этом проблемы. Да. Анна Васильевна, нужно срочно провести оплату. Айтишники требуют новый кабель для замены охранного оборудования. Михаил Сергеевич подписал? Нет его на месте. Я дозвониться не могу, надо этот вопрос решить побыстрее. Ладно, я когда его найду, я все передам. Оставь бумаги. Так, это еще что такое? Заказ отменяли. Анечка, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А мы уезжаем. Хорошей вам дороги. Да, вот с Тимкой еду в Париж, в Диснейленд. Муж настаивает. Я бы, конечно, предпочла, чтобы он тут гулял. Но, сами понимаете, желание мужа – закон. Ой! Спасибо вам большое. Спасибо. В общем, у нас не будет какое-то время. Хорошей вам поездки. Спасибо. Ой, Анечка, скажите, а вы Тамару не видели? Хотелось сделать процедуру перед отъездом, а в кабинете никого. Я не знаю. Она обычно в это время бывает уже на рабочем месте. Спасибо большое. Анечка, ну, в общем, если Тамару увидите, скажите, что я ее ищу. Обязательно. Спасибо. Тима! Идем, идем, идем. Ну, что ты встал? Тома, привет. Привет. Куда? Тебя Светлана везде ищет. Ну, пускай ищет. Я иду Наталью. В колокольчике кофе поедет. Как и почему в колокольчике? Мишка, мне тоже там их просто обыскались все. Ну, мы с Натальей ночевали в колокольчиках, где Мишка, я не знаю. Подождите, ничего. Поссорили, что ли? Ну, че ты молчишь-то, ну? Похоже, свадьбы не будет. Как? Ну, Наталья вчера все отменила. Почему? Наташа! Наташа! Что? Ты что? Ты что, с ума сошла? Ты отменила свадьбу? Где Миша? Миша, Миша дома, наверное. А что за паника? Ему никто не может дозвониться. Он не берет трубку. Его все обыскались. Что происходит? Ладно, не кричи. Хорошо. Я его наберу. Не объяснит кто-нибудь что-нибудь или нет? Может быть, он еще спит? Он не может спать. У него встречи. У него договора не подписаны. А Криона аннулирует контракт. Так вот, почему они вчера не приехали. Ясно. Не, ну, он действительно трубку не берет. А вдруг с ним что-то случилось? Может, Саше позвоним? Да зачем ее дергать? Сейчас сами все выясним. Олег, привет. А Мишна машина где? Слушай, ну, может, он ночью с кем-то уехал, а? Миша. 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 Наташа. Дышит? Мишенька, миленький, что с тобой? Тихо, тихо. Что такое? Тебе плохо? Ты почему трубку не берешь, а, Миша? Нет. Не знаю. Голова тяжелая. Ты как себя чувствуешь, а, Миша? Я все-таки доктор. Ну, скажи, как сейчас себя чувствуешь? Я вызываю скорую. Я не могу. Не надо в скорую. Я в порядке. Ну, скажи, что у тебя болит? В груди давит? Что? Спазм? Что? Не знаю. Тошнеет. Тошнеет? Господи, что это может быть? Может, ты просто отравился? Ты что ел сегодня? Да ничего не ел. Как? Ну, на завтрак. Ты же что-то ел? Господи, да какой завтрак? Я до подушки добрался. Так, надо компресс какой-нибудь, да? Холодненький. Полотенце ледяной водой прям, да? Спасибо. Слушай, есть прибор давления? А, ну, есть где-то, да. Сейчас я посмотрю. Так, это все не шутки. Надо вызвать скорую и все. Я звоню в скорую. Все. Не надо, я сказал. Ну, как не надо, ну? Какое давление? Никогда в жизни у нее не было повышенной давлени. Конечно, человек перенервничал. С 14-м креоном. Сегодня? Что сегодня? Нет, нет. Скажи, что сегодня? Ты считаешь, что это я виновата? Ты свадьбу отменила? Ну, кто тебе сказал? Нет, серьезно, что ты взяла, что я ее отменила? А? Миш, ты что? Это ты так подумал? Дурачок, ты меня неправильно понял. Я отменила вот эту помпу дурацкую. С лимузином. С этим бешеным количеством гостей. Вот с этой мишурой, понимаете? Я хотела сделать так, как ты изначально хотела. Чтобы было мало людей, чтобы были просто близкие. Семья, правильно? Ну, ты же этого хотел, Миш. Так, тихо, дайте спокойно давление поднимать. Тихо, лежи. Я расслаблен. Все в порядке. Как труп. Глубенький. Ну что? 200 на 110. Ну все, так, я вызываю скорую. Это невозможно. Ну, подожди, ну не было никогда давления. Надо перемерить. Я не знаю. Только знать, знать больницу я не поеду. Конечно, зачем ехать в больницу с таким давлением? Давай, под язык, под язык. Тихо, тихо, тихо. Я сказал. Давай, воду. Пару глоточков хотя бы сделай. Маленький, ладно? Тихонько, тихонько. Не надо. Под язык, под язык, под язык. Наташа. Да бог с ним. Все, все, все. Хорошо, хорошо, хорошо. Я буквально на секундочку, хорошо? Сейчас. Все, хорошо. Алло. Привет. Как ты? Я тебя очень прошу, ты не звони мне, пожалуйста, больше. Никогда. Не звони, слышишь? Ну, давайте помирать дома. Отлично. Прекрасный план. Ой, все, хорошо, хорошо, хорошо. Уж куда. Хорошо. Наташа. Что? Тихо, лежи, лежи. Наташа. Выходит, ты просто... Тихонько, тихонько. Хотела сделать, как я предлагал тебе с самого начала? Ну, конечно. Просто без всей этой мишурой. А я подумал, что ты передумала ходить за меня замуж. Ты же с ума сошел? Ну, конечно, нет. Ну, хорошая, ты прости меня, пожалуйста, ладно? Я просто... Просто в последний момент что-то запаниковала, видимо. Запаниковал ты? Не поверю. Да почему же? Мишка, я обыкновенная женщина. Ты необыкновенная женщина. Так что, свадьба у нас, значит, состоится. А отменяется просто глобальное застолье. Да вы что? Да вы что, ребят? Мне Жан-Луи прислал бумаги. Он придумал что-то интересное. Как... Послушайте, я предлагаю все оставить как есть. На переправе они не меняют. Ага, их пристреливают. Наташа, ну, ты сама хотела найти информационный повод для рекламы отеля. В это вбухано столько денег. Я вам просто как бухгалтер говорю, что это, ну, странно отменять. Девчонки, ну, давайте займемся для начала Мишкиным здоровьем. А потом уже будем принимать какие-то решения. Ну, ей-богу. Хорошие новости лучше всяких лекарств. Скорую будем вызывать. Или в поликлинику к Шишкину. В поликлинику к Шишкину. Я так думала. Да. Раз все утряслось, я пойду. Хорошо. Так, и на процедуру не забудь ко мне прийти. Да. Ну, так, я поняла, что я не вовремя, но, пожалуйста, подпиши мне вот эти бумаги, и Жан-Луи ждет ответа. Один раз в жизни решила болеть. Давай быстренько поедем. Все, довольна? Да, я довольна, вполне. Болейте, пожалуйста. Все. Слава Богу. Просто. Поехали. Поехали. Холод спасет мир. Классный слоган, оригинальный. Знаете, что я сделаю? Я закажу флажки. Я закажу флажки с вашим знаком, с этой надписью. И поставлю на каждом столике. Здорово. Мне все нравится. Отлично. Впервые встречаю такое понимание. Ни о чем не беспокойтесь. Теперь вы в надежных руках. Ну, до встречи. Выгодный клиент? Крион. Здесь будет международная конференция, между прочим. Да? По креогенной технике, да. А подожди, а как же любимая дача? Вроде они хотели. Ну, знаешь, хотели-перехотели. Понятно. Мстишь Наталье из-за повара? Ну, что это? Я тебя умоляю. Просто бизнес. Тогда расскажи, как ты мне этого добился? Я ваша профи. Я знаю подход к клиенту. Ну, хорошо. Что ты от меня хочешь? Лень, мы с тобой давно дружим. Ты классный тренер. Но вот эта вся ситуация с тренажером, с травмой клиентки, она мне неприятна. Все тренажеры были исправны. Я сам лично проверял. Ты на что намекаешь? Я ни на что не намекаю. Я просто говорю, что люди такие, какие есть, и с этим надо просто смириться. Ну, не парься. Я уже все обдумал, решил и написал заявление об уходе. Послушай, Лень, а что если тебе просто жениться на Марине, а? Хорошая идея. Вы сразу решишь все свои проблемы. То есть, если я на ней женюсь, то смогу работать прежде, как ни в чем не бывал. В этом случае ты вообще не будешь работать. Вообще не работать. Слушай, а ты сейчас за кого больше переживаешь? За меня или за Марину? Я за себя переживаю. За себя родного. У Марины будет невроз, а мне с ней работать. Ничем не могу тебе помочь. Лечи неврозы своих партнеров сам. А я буду свои личные проблемы решать, без посторонней помощи. Чао. Лень, это хороший вариант. Да, ну. Ну что, какие новости? Уволился. Но поступило одно очень заманчивое предложение. На работе? О женитьбе. Говорит, женись на Марине и будет тебе счастье. Ясно. Ну ладно, ну, считай, что ты временно трудоустроен. Будешь моим водителем. Пока моя машина в ремонте. Ну что ж, откуда ехать, мадам? А ты Лима? А что у тебя там? Свидание, конечно. Ага. А помнишь Орлову? Да. Так вот, Кротов отжал у него один очень замечательный заказ. Хочешь ей помочь? Хочу. Ладно, подумаю. Может быть, подкину ей клиентов. Буду в толку перед тобой. Ну хватит маячить уже. Сядь уже. Я, дорогой мой, у тебя не сидеть, не стоять не хочу. Хорошо, ходи. Мой кофе когда-нибудь будет готов. Понимаешь, что надо что-то делать? Она же все-таки твоя дочь тоже. Что-то делать? А я не знаю, что надо делать. Ты что, вообще ее не контролируешь? А кто ее настроил против меня, не ты ли? А теперь помощи моей просишь. А я не знаю, как тебе помочь. Она вообще со мной не разговаривает. О, предки. Вы что, помирели что ли? А мы и не ссорились. Мы просто разводимся. Понятно. Тогда что стряслось? Что за очная ставка? Инна. Мы с мамой должны с тобой серьезно поговорить. Началось. Извините, пожалуйста, я просто очень занята. У меня партия в бильярд. Это не шутки. Мы с мамой волнуемся. Я видел счета за алкоголь. Ты слишком много пьешь. А папочке что, стало жалко денег для родной дочки? На этот раз речь не о жадности. Раз папочка волнуется, да? О другом. Я права, папочка? Волнуется. Да вы ж только о себе думаете. Инночка, ты взрослая у нас девочка, да? Поэтому надо понять и принять, что некоторые отношения исчерпываются. Как, например, наши с папой. Мне надо понять. А почему я должна понять? Вы обо мне подумали, когда решили разводиться? Ну, обо мне, о моих чувствах, переживаниях? Так почему я должна думать о вас? Это не конструктивный разговор, Инна. Хорошо. Хорошо. Давайте говорить конструктивно. Давайте. Вы снимаете мне квартиру, потому что я хочу жить одна. Потому что я уже учусь на втором курсе, я имею право на личную жизнь. Пока ты зависишь от нас материально, ты будешь нас слушать. Вы свою жизнь наладить не можете. Хотите еще мне указывать? Нет? Спасибо. Знаете, либо вы мне даете квартиру, либо я сама буду искать, где мне жить. Соля-ви. Ты-то куда пошла? Надо же решать, что делать. Что ж я могу решить? Я могу совет дать. Следи. Ну, по крайней мере, за тем, чтобы ей в твоем баре не наливали спиртного. Давай, адью. Уйди отсюда. Уйди. С глаз долой. Слушай, а что ты молчишь, а? Какая Алисия? С кем свидание? Тумаев пригласил в ресторан. Тумаев? Угу. Ух ты ж. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. Все, жизнь налаживается. Слушай, ну а что, поговори с Тумаевым по поводу меня. Может быть, у него работа будет? Нет, это неправильно. В начале отношений о чем-то просить. Я могу вас пугнуть, понимаешь? Такая рыба нечасто в сети попадает. Только сама в свои сети не попади. Ну, хватит на меня посмотреть. Ты успокоилась? Да. Я же говорил, давление скаканола на нервной почве. А если почвы нет, то и волноваться не стоит. Ой! Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Что, Мишка, что? Ты должна кое-что для меня сделать. Слушай, может, вернемся, а? Обещай, что ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу. Хорошо, я обещаю. Что случилось-то? Мы сейчас поедем и поменяем твое кольцо. Нет, мой дорогой, мы сейчас поедем домой, и ты будешь отдыхать. Понятно? Ты хочешь свадьбу? Или нет? Хорошо, поехали. Все-таки я выбрал не только самую красивую, но и самую заботливую женщину. Ты меня, пожалуйста, больше не пугай, шутник. Хорошо. Мне утро вот так. Жанвы, вот это полный список гостей, да? А вот это корректировка по меню. Аня, моншер, вы так любезны. Спасибо. Я уже нервный чат. Я пошел, нужно срочно сказывать по продуктам. Подождите, у меня есть одна просьба. Просьба? Любой каприз? Она все готова. Жанвы, это секрет. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, нам нужно заменить кольцо на размер поменьше. Ой, привет. Рад вас видеть. О, обручальное кольцо. Пам-пам-парам-пам. Ну что, салатико поедим? Ты в ЗАГС завтра приедешь. А что, нужна моральная поддержка? Не помешает. Можете я на минуточках? Да. Слушай, Крион отозвали заказ. Мне их просто увели. Мне кажется, что это Кротов. Ух, это неожиданно. А что говорят в Крионе? Мы решили вопрос иначе. Ну, дипломаты. Ну, одно могу сказать, это был не я. А, ну это понятно. Теперь осталось выяснить, кто. Да, попробую знать. Я же не умею отказывать женщинам. Ну, рыцарь. Так жаль, что мое сердце уже занято. Понял? Все, не буду вам мешать. Спасибо. Простите, что отвлекаю. Вот, пожалуйста, кольцо поменьше. Да, это самое красивое. Да, да, да. Независимо. Конечно, вы все так говорите. На самом деле. Ну что? Что на самом деле? Что? Что не так? Что? Ничего. Я это, знаете ли, не все. А что не все? Ну. Ну, что? Ну, в смысле? Ну, а что вообще? Ну, а тебе, что ты самая? Не важно. Все, пойдем. Пойдем. Наташ, ну, ты что? Сейчас. Привет. Здравствуй. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Михаил. Это Леонид Марьямов. Он знакомый Славы. Чемпион по гимнастике. Ух ты. Леонид. Михаил, кажется, я вас как-то по телевизору видел. Да. А я Кира. Высоцкая. Высоцкая. Взаимно. Наташа. Михаил. Вы меня тоже могли видеть по телевизору. А мы с Кирой с детства чуть ли не дружим. Ясно. Да вы что? А мы с Наташей тоже со школы дружили-дружили. А теперь женимся. Да. Да. Ну, поехали. Вы извините, мы торопимся. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Приятно было познакомиться. Угу. Это и есть Орлова, для которой я должна была найти клиента? Да. Ну, ты понял, да, что она замуж выходит? Слушай, просто помоги мне и все. Хорошо. Пошла. Удачи. Здрасте, Леонид. Привет. Очень рада вас видеть. Ну, давай уже на тыкни. Давай. А отец сказал, что ты от Кротова ушел? Как слухи быстро распространяются. Досталь. Понимаю тебя. Я, кстати, знаешь, скоро буду жить отдельно от родителей в своей квартире. Так что, если что, заходи в гости. Инночка, я думаю, это не очень хорошая идея. Так, ты про папу. Ну, я тебе скажу, не обращай внимания. Он, конечно же, к тебе подойдет и скажет, держись подальше от моей дочери. Слухи о том, что я бабник, сильно преувеличены. Я очень люблю женщин. Но если я полюбил одну женщину, другие для меня не существуют. Так, а вы сейчас кого-то любите? Как и все, самовлюбленный придурок. Ты че грустишь? Из-за Криона? Да не переживай, все образуются. Я с тобой, а вместе мы с Силой. Алло, я слушаю. Добрый день. Мы с вами не знакомы. Моя фамилия Капачу. Я владелец фирмы Элин Классик. Добрый. А чем я могу быть вам полезной? Я бы хотел приехать посмотреть ваш отель. Знакомая мне вас порекомендовала. Моей фирме исполняется 25 лет. И если меня все устроит, то мы бы хотели отмести до события у вас. Ну, конечно, приезжайте. Будем вас ждать. Замечательно. Договорились. Я предупрежу, как соберусь. До свидания. Я же говорил. Я говорил, все образуется. Интересно, кто ему нас посоветовал? Дань, привет. Что-то случилось? Ну, что, что? Вот тоже. А ну, и как всегда, недоволен. Не знаю. Вот хочу его уговорить сначала тебя дождаться, а потом чемодан собирать. Не знаю, получится или нет. Ну, пытаюсь. Изо всех сил пытаюсь. Ждем. Я не собираю чемоданы, но я недоволен. Не волнуйтесь. Ну, все хорошо. Я шучу. А я не шучу. Яйца и правда очень плохие. Посадчик очень плохой. Все. Про яйца к Василию Васильевичу. У вас вот такие торты. А мы с тобой опять в этом ресторане. Где познакомились. Ты не находишь, что это символично. И духи, конечно, у тебя фантастические. Я очень рада, что ты мне позвонил. Я уже не надеялась. Думала, что не понравилось тебе. Я бы хотел перед тобой извиниться. За что? Я не могу за тобой ухаживать так, как ты этого заслуживаешь. График у меня плотный, постоянные поездки. Но когда я возвращаюсь в Москву, я хочу, чтобы ты меня ждала. Чтобы каждый мой приезд в Москву был возвращением к тебе. Что ты думаешь? Я не против. Ну и отлично. Я снял тебе новую квартиру. Сегодня поедем посмотрим. А ты... Ты знаешь, что я живу на съемной? Я не знал. Но где бы ты ни жила, моя квартира будет... Лучше. Я даже в этом не сомневаюсь. Вот давай за это и выпьем. Ты очень внимательный. О, привет. Забрал документы, собрал вещи. Перевернул страничку, да? Не поторопился начать новую жизнь? Не поторопился. Правда? Ключи отдай. Пошли в кабинет, надо поговорить. Не о чем нам с тобой говорить, а дай ключи. А может, нам все-таки есть о чем? Хватит, Марина, одного несчастного случая. Ты завтра кому-нибудь гирю в голову бросишь. Я не хочу рисковать жизнями людей. Дай ключи. Она скоро замуж выходит? Кто? Предмет твоего пристального внимания. Ты не знаешь, о ком я говорю? Восемь неотвеченных звонков. Она не станет мужу изменять. Пошли в кабинет. У-у-у. Ага. Послушай меня. Квартиру освободи. Я хочу, чтоб там дочь жила. Пока. А что случилось? Мы отмечаем окончание вашей холостяцкой жизни. Ой, это очень трогательно. Спасибо всем огромное. Просто как-то неожиданно. И это не торты, Жан, но это просто какие-то шедевры. Это все мадемуазель Анна. Это ее идея. Я только делать с удовольствием. А про чемодан, это шутка Анни. Я считаю, это не смешно. Ну, что жарно. Я поняла. Спасибо. Ну, за вас... Поздравляем! Да, да. Ура, ура, ура! А что, я на девичник первая? Угу. И что ж теперь будет, Наташ? Как представляешь? Мы сегодня с ним столкнулись. Прямо на выходе из Славкиного ресторана. Веришь, я думала, у меня сердце остановится. Я не знаю, что делать. Я вообще не справляюсь. Да. Попала ты, подруга. Только я тебя очень прошу, ты... Ты Анне ничего не говори. Она у нас такая правильная, она меня просто не поймет. Ладно, обещаешь? Ну, хоть кусочек торта остался? Слушай, все осталось. Режь не хочу. Привет. Привет. Отличная тема. Свадьба только завтра, а вкусно кормят уже сегодня. Этого Нане надо сказать большое спасибо. Это она все придумала. Мне бы вообще в голод даже такая мысль не пришла. Обращайтесь. А Даша приедет? Тетя Даша занятия с отстающими. Она сказала, что сегодня без нее, а вот завтра приедет прям ЗАГС. А второй торт? Можно есть? То есть он такой же внутри? Интересно. А почему Мишкин торт здесь? А Мишка где? А у него с кем мальчишек? Мишка дома. Он наверху, он собирается спать. Ребят, вы что, обалдели, что ли, совсем? Ну, нельзя видеться до свадьбы. Вы должны отдельно провести эту ночь. Вы должны приехать отдельно на машине. Ну, вы что, примет не знаете? Так, пойдем. Сейчас мы будем дядю Мишу выкуривать. Михаил! Да что же это такое, а? Детский сад. Совсем. Что же, какие-то. Так, Миша. Так, пойдем. Так, я не понял, что за вторжение? Что ты здесь делаешь? Что за вторжение? Ночь перед свадьбой жених с невестой должны спать отдельно. Такая примета. Тихо, варенье, тихо, варенье. Вот там возьми. Это что? Ключи от моей квартиры. Зачем? У человека должен быть выбор. Ну, если ты вдруг решишь, что свадьбы не будет. Сидишь, подумаешь. Давай, на выход. Знаешь что, депортация жениха. Ну-ка покинуть подконтрольную невесте территорию. Так, а если я не хочу? Кто тебя спрашивает? До ЗАГСа видеть невесту нельзя. И в ЗАГС надо ехать на разных машинах. Все, пойдем. Девчонки, у меня только один лимузин заказан, второй. Я просто не успею заказать. Счастливым отказываешься быть? Счастливым я буду за мной. Вот и все, пойдем. А у меня эти приметы. Куда? Ну, хоть прощальный поцелуй можно? Никаких. Так, все после свадьбы. Пошли. Ну. Так, пиджак. Пиджак не подай. Шафтка. Все, все. Все, все. Давай, давай, давай. Здравствуйте, Ниночка. Здравствуйте. Как чувствуете себя? Спасибо. Уже лучше, но еще сильная слабость. Приятно слышать. Еще раз приношу наши извинения за происшедшее. Всему виной неисправный тренажер, и ваш тренер Леонид, который не уследил за этим, уже уволен. Так быстро. Ниночка, мы следим за репутацией нашего фитнес-центра, и она у нас безупречная. Поэтому таких работников мы увольняем быстро. Приятно это слышать. Мы с партнером приняли решение оплатить ваше лечение, если вы не против, и вот. Марина, я поражена вашей порядочностью. И еще, Нина, если вы примете решение подать на Леонида в суд, я вас пойму. Игорь Сергеевич, вызывали? Вызывал, вызывал. Давай, заходи, заходи. Я сразу доложу, кабель видеонаблюдения завтра не починят. Отдеть, отдеть. Поздно оплатили, так что еще сутки три камеры работать не будут. Неприятно, конечно, но я тебя не по работе позвал. У меня тут, у меня тут мальчишник. Это надо все съесть и запить. А то, знаешь ли, примета. А я сегодняшнего дня своеверный. Да не вопрос. Только я сладко и не очень. Ну, сегодня можешь отступить от правил. Ну, ради такого дела хорошо. Ну, давай. За последний день в моей холостой жизни, Игорь Сергеевич, будьте счастливы. Олег, скажи мне, пожалуйста, а ты почему до сих пор не женатый? Я вот который год смотрю на вас, Наталья Александровна. Женат только так. Иначе незачем. Если встречу такую же любовь, сразу женюсь. Ну, давай тогда. За любовь. Олег. Ты танцевать умеешь? В школе занимался. Помоги порепетировать. Ну, хорошо. Значит, спинку ровно. Еще в ручку. Так. Нет, вот так вот. И оп. Олег, ты извини, конечно, но я... Давай ты за Наташу. А, ну, конечно. Хорошо. Значит, спинка ровно, спинка ровно, спинка ровно, да. Как хорошо, что все устаканилось, да? И торт, главное, такой вкусный. Все-таки торт от французского шеф-повара. Это... Ну, вкуснотища же, скажи. Том, что ты кислая такая, а? Ну, что? Да ерунда. Ну, ладно тебе, давай рассказывай, что там у тебя? Да дома, не бери в голову. Ну, что, Ефим опять уехал. На тебя все проблемы повесил. Ну. Ефим устроил потоп и свалил. А соседка уже, знаешь, сколько денег стянула. Его еще-то еще пытается вытащить. Да ладно тебе. Ну, он тебя, конечно, не от мира всего, но... Любит тебя. И потом, вы столько лет уже вместе. Да мы не столько лет вместе. Мы столько лет каждый сам по себе. Скажи, пожалуйста, почему люди должны врать, терпеть и мучиться? Ради каких таких высших побуждений? Ведь Наташка с Михаилом, она не любит его. И только не делай вид, что ты этого не знаешь. Что ты про нее за глаза говоришь? Ты про себя говори. Ты Мишу давно любишь. Думаешь, незаметно? А у них завтра свадьба. Ты уже это прими и успокойся. И выброси все это с головы. Ну, сколько можно? Думаешь, так просто взял и выпросил? Том, ну... Ну, давай, я не знаю, давай психолога какого-то найдем. Ну, что-нибудь надо делать. Ну, так же нельзя. Ну, что-нибудь-то делай. Ну, увольняйся, уезжай. Так нельзя, так свихнуться можно. Да Наташка сама не знает, чего она хочет. А это не наше дело. У каждого своя судьба. Наташе нужно такой, как Михаил. Чтоб надежно и навсегда. А ему нужна Наташа. А наше с тобой дело. Помочь им организовать свадьбу. И все. Ты меня слышишь, что я говорю? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Мам, а что это ты платье не надеваешь? Час, пять минут. А тебе не кажется, что как-то слишком все пусто получилось? Да нет, ты что, мам. Все очень красиво. Тебе очень идет. Только собирайся скорее, нам уже выходить пора. Странное мероприятие, это свадьба. Ты знаешь, я в юности очень об этом мечтала. А теперь думаю, зачем? Мамуль, давай скорее. Нас все ждут уже. Давай. Иду. Том! Что ты делаешь? Что ты, что ты сыпешь? Ты что, машину хочешь угробить? Пусти. Ты сахар, ты с ума сошла? Да не пущу я тебя. Ты еще что-нибудь вытворишь? Сегодня у Наташи такой день. Что ты делаешь? Да у нее отношения с другим мужчиной. Это что, шутка, что ли? Знаешь что, не до шуток. Вот. На. Вот полюбуйся, пожалуйста. И что? Ну что ты показываешь? Она просто всегда на виду. Это часть ее работы. Что это? Да она сама во всем не призналась. Все у нее так очень серьезно. Да ладно, ну как же так-то? А как же Мишка? А свадьба? Да в том-то и дело, что она и молчать не может. И сказать нельзя. Понимаешь, любит она этого Леонида. БОЛЬНОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ИГРАЯ МУЗЫКА Поехали. Если она действительно любит этого Леонида, значит, ты должна пойти. И все ей рассказать, про себя и Мишу. Если она поймет, что есть хоть какой-то шанс, что он останется не один, что он будет с тобой. Ну, она может быстрее во всем сознаться. А что ты так уговоришь, а? Она должна сама все решить. И сама все ему рассказать. Иначе Мишка просто подумает, что она бросила его из-за меня. О, девчонки! Ну как, нормально? Правильно? Тимур! Тима! 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 Нет, ну за что мне это, а? Нет, ну берешь вроде людей, а? Платишь им приличные деньги, но это ж не люди. У них же в голове вместо мозгов фарш какой-то. За ребенком не могла уследить. Тима! Простите меня, пожалуйста, Светлана Яковлевна. Правда, простите, пожалуйста. А что, если его похитили из-за выкупа? То, что несешь. То, что несешь. Дура! Тима! 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 Тимур! Так, у нас сегодня разгрузочный день. Дай, пожалуйста, ну что ты делаешь? Все дела завтра. Завтра. Тима! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Спасибо. Спасибо. Я просто в мешоке. Ты королева. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Наташ. Ой, Сашка, я дома сумочку забыла свою. Можешь, да? Спасибо. Давай только быстрее, а то мы уже все и так опаздываем. Наташ, помни, что у тебя всегда есть шанс придумать. Черт знает что. Никому не дозвонишься. Мне нужно быть Тимуром Керимовичу позвонить. Да что? Чтоб тебя убили, да? А со мной развелись? Тима пропал. Что? Я понимаю, у вас свадьба, но Тима пропал. Охрана в курсе? Охрана в курсе. Да толку чуть. Секундочку. Сейчас. Олег, я знаю, ты в курсе. Что там у тебя? По камерам что? Так, по камерам Тима увидели у ресторана. Ой, Господи. Пойдемте. А как же ваша свадьба? Подождет. Мы ему собираем мясные обрезки. Мясные обрезки? Ну да. Он у нас хороший у нас парень. Собак любит. Он полкана нашего подкармливает. То есть, он что, сам сюда приходит? Один? Да. Нет, ну ладно, это и овце. Все, трой на трава. Но вы-то, вы-то человек разумный. Как вы вообще могли ребенка допустить к собаке? Господи, боже мой. Она у вас хоть привита? Да не что вы, она очень смирная. Племянники мои с ней. Там собака она... Да, друг человека, вы не волнуйтесь, Светлана Яковлевна. Да, конечно. Что же мне волноваться-то? Тима точно где-то здесь? Полкан-то где? На заднем дворе? Не, его охранники переманили. Такую будку ему отгрохали. Светлана Яковлевна, пойдемте на задний двор. Ага. Подожди ты, подожди, подожди. Какая лета. Рано бы, я скажу тебе когда. Дышать нечего, Миша. Просто дышать нечего, Миша. Да? Да, вообще жалко. Не я один, Аня, такой раздолбаю. Мишка вон тоже. Миша не тоже. Миша может себе позволить его треномэ. Это чья машина? О, Мишка что ли? О. Ну, наконец-то. А, Слав, приветствую. Славочка. Наташенька, поздравляю. Очень рад за тебя. Спасибо, спасибо, дорогой. Дай поцелуй. Дашка, отнеси, пожалуйста. Да, конечно. Приехал, слава Богу. Мой единственный друг. Так уж и единственный. Ну, а остальные все подруги. Ой, сейчас. Да, конечно. Аля. Приедет, приедет. Чего ты стоишь везде? Дима. Я не могу. Ты понимаешь, что в Мишке вообще никого, кроме меня нет? Он даже не дружит ни с кем. Я просто не могу. Ну, не знаю. Смотри сама. Сейчас он приедет, и другого шанса у тебя не будет. Как бы ты даже... Как бы я такажу? Дима! 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 Дима, я здесь! Где? Ты где? Дима, я здесь! Дима! О, Господи! Так, Светлана Яковлевна, дальше мы сами. Олег, пойдем. Болгаш. Болгаш, тихо-тихо, ему хорошие. О, вот ты где. Там-там. Тимурова команда. Вырезать будем? М-м-м. Димочка, я тебя очень прошу. Пожалуйста. Давай. Пойдем. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо. Вылезай, вылезай. Аккуратно. Господи, Димка. Ты живой, тебя самок и не укусила нигде. Ба, ну ты чего? Мы же друзья. А друзья никогда не кусаются. Да, это как повезет. Ой, Димочка. Господи. Вызывай машину. Быстро. Машина Тумаева к воротам. Быстрая. Чего я? Руку дала. Пойдем. Они опаздывают. Они опаздывают. А вот я уже опоздал. Слушай, я возьму твою машину, а то моя чё-то не заводится. Да-да-да, конечно. А я ребятам скажу, они вашего отгонят в сервис. Еще чуть-чуть ручнее. Прям вот по... Еще ручнее? Да. Прям вот к невесте поближе. Вот. Отлично. Давай плачем. Берем сейчас чуть-чуть. Слава. Слава. Все. Так, нормально, да? Ага. Я с вами. Нет, все-таки пониже. Опа! Аккуратно. Спасибо, Весьма. Да? На несут хорошее? Так. На меня смотрим. На меня смотрим. Сейчас отсюда вылетит птичка. Прямо не чиз. Очень хорошо. Очень хорошо. Нет, что-то мне не нравится. Давайте прямо на ступенечку пониже. Да? Давай. Роман, давай пониже. Ага. Анюк, осторожно. Да? Так, нормально, да? Ну, все? Хорошо. Вот, посмотри. Да? Там крылечко. Все хорошо? Ага. Вот. Так хорошо, да? Ты поверни, господи. Наташенька, поздравляю. Заблудились. Пойдемте провожу. Пойдемте. Пойдемте. Ага. Чиз. О, кто? Ну, наконец-то. Лише. Где тебя насела? Да как-то все, все к одному. Сначала машина не взялась почему-то, потом внук Тумаева пропал. Нашли? Да, в собачьей будке. О, еще бы человека довели. Мауле. Так, минуточку. А где моя невеста? А? Невеста? А правда где? Привет беженцам! Это оккупантов слышу И вовсе не обязательно так стремительно сбегать Ну, меня никто не спрашивал Оставайся, а! В тесноте, но не в обиде Ну, правда тебе придется поскучать сегодня всю ночь Я еду на любимую дачу на свадьбу Карловой Черт! Эй, эй, чего ты так переживаешь? Я же вернусь скоро Слушай, а у тебя там что, золото что ли? Того Это все твое? Да Класс Слушай, а ты мне с вещами своими не поможешь? Нет, давай в следующий раз Класс 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 Это был мой последний шанс. Я думала, вдруг он опоставит, то Наталья передумает. Так она, по-моему, передумала. Ее нигде нет. Если эта свадьба сорвется, я тебя убью. Тоже Наташу ищете? Да. Вы знаете, она, когда нервничает, убегает куда-нибудь покурить подальше от Миши. Вот я подумала, может быть, где-то здесь... Там ее нет, там я уже искал. Вообще-то так на нее не похоже. Устроил нам тут квест, да? Сбежавшая невеста. Это просто какое-то недоразумение. Наташа очень привязана к Мише. Вообще они, конечно, чудесный пар. Ну, тогда, может быть, пойдемте обратно? Вдруг она нашлась. Пойдемте. Вы, девушки, такие трепетные все. Ну, такие. Аккуратно. Спасибо. Да? Тут просто желобок. А помнишь, как я в Пушкинских горах потерялась? Ну, конечно, помню. Такое не забывается. Мы с Наташей чуть с ума не сошли. А я просто искупаться хотела. Мне ваши лавочки Онегина и Алии Татьяна были бабы рабы. Ну, что? Нашлась? Да. Миша, там? А что такого? Я написала то, что было. Мне вот не кажется поведением Татьяны достойным примером. Миша, ты думаешь, она правильно поступила? Ты помнишь, что я говорю? Да помню, я помню. А вы на любимую дачу потом тоже едете? Да, тоже едете. На платье не ступи. Аккуратнее. Инесса Львовна чуть с ума не сошла. На торжественную регистрацию брака приглашаются Орлова Наталья Александровна и Аврутин Михаил Сергеевич. Наташа, ну что ж вы так нервничаете? Вы такая красивая невеста. Здравствуйте. Ваша любимая дача просто оазис какой-то. Я так рада, что вы решили регистрироваться именно у нас. Ну, где же что? У вас, Миша, другого варианта даже не рассматривали, да? У нас уже позвали, если-то, конечно, не против. Говорят, что любовь – это музыка сердца. А тот, кто услышит ее, обретет свой рай на земле. Уважаемый жених и невеста, сегодня – самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы пойдете вместе, рука об руку, чтобы быть рядом друг с другом и в горе, и в радость. Наталья, согласны ли вы выйти замуж за Михаила? Наталья? Наталья, согласны ли вы выйти замуж за Михаила? Удачи. Наталья, является ли ваше желание вступить в брак свободным и хорошо продуманным? Да. Прошу поставить в вас свои подписи в записи акта о заключении брака. Наталья и Михаил, объявляю вас мужем и женой. Наталья и Михаил, объявляю вас мужем и женой. Горька! 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 Раз, два, три, четыре, пять! Урааааа! Ураааа! Ну а теперь первый танец молодых Воронежьего ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты сегодня в ударе. Это в том смысле, что я тебе ноги не отдаю, как обычно. А ты что, танцевать учился? Для тебя же так важен был этот танец. Ты знаешь, я все ценю. Все. Спасибо. Спасибо. Наталья, я вас поздравляю. Спасибо. Михаил, ну а вам я завидую. У вас прекрасная жена. Спасибо. Вы даже себе представить не можете, насколько она прекрасна. Могу только догадаться. Спасибо. Аккуратнее. Да ты его пригласил? Нет. Нет, этого не может быть. Я сколько раз говорил, мясо нельзя так мучать. Это кому-то коломать. Там люди, они все ждут твой изысканный салат. Мой волшебный салат. Каждый ломтик должен быть прозрачный. Это он? Нет. Толь, попроси еще шампанского. Мне кажется, тебе уже хватит. А мне так не кажется. Вы это сделали, да? Да. Вы просто молодцы. Ребята, понимаете, вы прям лучшие. А, нет. Скажи, а тебе кто больше нравится? Блондинки или брюнетки? Ох, вы же эти женщины. Да, стихою. А сейчас, пока звучит твоя любимая мелодия, я бы хотел злоупотребить в служебном положении и потанцевать с невестой лично. Прошу. Прошу. А будешь бедным вашим третий билдикам? Да. Осторожненько. Вот так. Что ты, Жора? Поворот, поворот. Ты не хочешь потанцевать? Я для тебя не слишком стар. Нет, не слишком. Ты что творишь? Ничего не творю, я просто хочу танцевать. А я с тобой не хочу, я с ним хочу. Ну иди, иди к нему, что здесь стоишь-то, а? Больят меня, придурок. Что смотрите? Остынь. Нравится малолетке? Инна, дочка моих друзей. Между нами нет и ничего быть не может. Нет, ну я, конечно, счастлив, что вас не интересует моя девушка. Она-то на вас запала. Да, парень, ты так долго не протянешь. Но она же над тобой издевается. А у девушек это в крови. А ты иди, потанцуй лучше с какой-нибудь барышней, с другой. Иногда ей иногда помогает. Да понимаете, ну ей-то пофигу. Ну я же говорил, ты у нее на крючке. А раз ты внуешь. Но любит-то она тебя. Я же видел, как она на тебя смотрит. Ты че тут торчишь? Пойдем в зал. Да ты че, я фейс-контроль не пройду. Ты пройдешь, там народу полно. Никто даже не заметит. Пойдем. Погнали. А теперь я объявляю конкурс на самый лучший танец. Ой, а тебя откуда принесло? Ты че такая дерзкая? Пойдем потанцуем. Ладно, пойдем. Наташа, может быть, повторим? Нет, ты знаешь, у меня голова болит. Давай потом. Бросаем верно, чтобы оно проросло! Бросаем верно, чтобы лучше живу! Не надо! Ой, ну хватит! Молодцы! Моя дочка. Спасибо очень. Спасибо огромное! Прекрасно! Все большие-большие-большие молодцы! Поаплодируем сами себе! Настало время объявить победителей нашего конкурса. И ими становятся... Ими становятся... Идна и Анатолия! Идите, дорогие друзья! Идите, конечно, на сцену! Выдевайтесь! И победители нашего конкурса получают ценный принц! Аплодисменты! Какая красивая пара! Замечательно! Спасибо! Спасибо, ребята! Спускайте! Камеру смотри, ну. Слушайте, давайте вот эту вазу уберем, она все перегораживает. Я не понимаю, зачем вам миллион одинаковых фотографий. Не оборчи. Для истории. Камеру смотри, смотри. Я смотрю. Ну, пригласи, ты немножко танцевать. У меня голова валит отстань. Дамы, добрый вечер. Вы позволите пригласить невесту на танец? Нет, мы не можем, мы позволите. Она сегодня там цветок с твоим женихом. Пригласите меня. С вами с удовольствием, но в другой раз. Один танец, я уверен, невеста сделает для меня исключение. Наташа, у тебя же голова болит. Наташа. Я же говорю, как фуд гипноза. Так, давай, что ты делаешь, наверное. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Лиш, потанцуем? Думарика, конечно. Это Барбара. Наташа, ты очень важна, пожалуйста. Наташа, пойдем со мной. Очень много звонков. Тебе нужно срочно ответить. Я потом позвоню. Нет. Нужно срочно ответить. Правда, я тебя прошу. Пойдем со мной. Миша, ты, оказывается, так здорово танцуешь? Обыкновенно. У меня все эти польки по барабану. А о чем ты с Вячеславом так, так бурно разговаривала? Ну, грузил он меня. За дочку переживает. Он переживает за дочку? Это я тут вся извелась. Куда я его с трекоза мою? Ну, вот Олика отведет. Телефон дай, пожалуйста, мой. Я тебе не дам. Мне надо было тебя от него оторвать. Ты совсем с ума сошла? Да ты с ума сошла. Ты контролируй себя хоть немножко. Что ты делаешь вообще? Я просто танцевала. Я имею на это право. Ты сегодня замуж вышла. Все эту ерунду выкини из головы. Какую ерунду? Тебя Томка растрепала, да? Нет. Нет. Не надо мне ничего говорить про тебя. Тома ничего не говорил. На тебя достаточно посмотреть. При нем ты просто невменяемая. Да? Да. Да. Да, я невменяемая. А ты знаешь, если бы он меня сейчас позвал, я бы за ним пошла. Не плевать, я хотела на эту свадьбу, на эти гости. На Мишку. Ты в мою жизнь, пожалуйста, не лезь. Я же тебе не рассказываю, как тебе надо жить с Жорой. И вообще, надо ли с таким человеком тебе жить? Спасибо. Прости. Анька, ну прости, Куриловна. Прости. Я не хотела. Я не знаю, что со мной происходит. Я не понимаю. Я не могу без него. Понимаешь? Просто не могу. Пока не поздно. В руки себя возьми. Возьми себя в руки. Наташа. Ну, Наташа. Наташа, я так рад, что мы вместе. Ты знаешь, я каждое утро просыпаюсь и драгиваю, а вдруг тебя нет. А потом вижу, что ты рядом. И успокаивайся. Потому что ты моя настоящая и единственная любимая. Наташка, слушай, давай свалим отсюда потихоньку. Так хочется с тобой вдвоем побыть, а? Прошу прощения, я сегодня без подарка приехал. Но, если вы позволите, я вам на днях привезу. Ну, конечно. Только подарок вовсе не обязательно. Нет, нет, нет. Я привезу самый лучший подарок. Обещаю. До свидания. Что? Ну что, мы, кажется, попарим. Там уже кого-то рылёт от стрипки нашего нового пивара. В чём дело? Можно узнать? Нам тоже хотелось бы узнать, в чём дело. Таня! 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 Мёд! Если бы я знал, я бы никуда не добавлял мёда. Ой… Слушайте, ну хватит дёргаться. Ну… Всё было очень вкусно. Фу… Я в жизни ничего подобного не ела, и вы ни в чем не виноваты. Правда? Клянусь. Мед. Какое у вас воспоминание о настоящей любви? Каких? Если я все еще одна, то и любовь оказалась не настоящей. Знакомая история. Да? Сынок, любовь не всегда приносит счастье. В жизни есть много всего другого. Ну да. Например, работа. Папа то же самое говорит. Папа? Папа. 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 Ну что, вперед? Давай вместе. Опа. Да. Опа. Есть. Ух, все. Дорогие друзья, и последний номер нашей программы будет «Карафон». И по всей территории отеля, да? О, и музыканты будут нас сопровождать и играть до последнего последнего. Вы позвоните, я украду свою невесту. Конечно. Наташа, пойдем. Мы на подключении, это электроинструмент. О, видали, да? Халтура. Настоящие музыканты могут играть без электричества. Только халтурщики играют от сети. Э, дай гитару мне, я тебе покажу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Жора. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я не понял. Ты что, нормально? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Такая звездная ночь, все красиво вокруг. Пусти меня! Тихо, младежь, осенненна. Извините, я вас сейчас догоню. Идите. Ты совсем берегов не видишь? Где твой домик? Иди, я тебя провожу. Я сама пусти. Куда сама? Куда ты в таком гызь? А-а-а! Как ты тихо-то. А-а-а! Ты не девочка уже, понимаешь? Какая неожиданность? Ты непотребно себя ведешь. Пап, знаешь, а я просто вся такая эмоциональная. Ну, ты же любишь, когда женщина вся такая свободная, раскрепощенная, как наша мама. Твоя мать? И? Плохой пример. Мы можем просто спокойно поговорить? Отвали я. Инна, вернись. А-а-а. Нет. А ты что здесь делаешь? Да воздухом дышу. Свежим. Поссорились? Да я вижу, ты не по годам наблюдательная. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Смечаетесь? Опа. Что уже лет-то? Что не спим? Смешно. Что и спать? У них там первая брачная ночь. Я спать не собираюсь. Вы тоже поехали с нами. Время-то детское. Да поехали. Вы же все пьяные. Это они пьяные, а я нет. Саш, слушай. О, я выбираю это. Давай забирай, что? Тебя Птумаев потом на органы сдаст. А че ее? Дебил, да игрался быстрей. Не по одетке, я вернусь. Инночка, давай я за руль, ты же пьяный. Так, не команда, я сама. Быстрей залезай. Валерка, давай отсюда. Быстрей, быстрей. Погнали наши городки. Там охранник, блин. Давай, давай, поехали, поехали. Быстрей, быстрей, быстрей. Давай, давай. Стоять. Поехали. Лиза, смотрите, Лиза, смотрите, Лиза. А здесь куда? Давай направо. Да не крути руль, просто скажи куда. Да ты же говоришь, Инна. Инна, кураги. Да убери руки. Нашему кончику больше не наливать. Так, тихо. Я, между прочим, грамма получила в первый раз. Дебил, ты че. Мы заплатили всего 300 евро. 2000 евро. Да блин. 5000 евро. Да, твой это не страшно. Вообще, если кто-то не нравится, можете идти сами. Допустит Толик. У-у-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! Слушай, расстегни, пожалуйста. Ой! Наташа. Мишка, ну, не сегодня, ладно? Ну, больше не сегодня. Не будем омрачать развратом первую брачную ночь. Прости. А где Санька? У Саньки все хорошо. Она прислала смс-ку, она с друзьями. Наташа. Что? Подожди секунду. Вот секунду. А что? Это тебе. Ты сам сделал? Да так, пустяки. Там схема была. Каких-то полтора месяца. Ты знаешь, я все детство мечтал о кругосветном путешествии. Ты, Миша, конечно, какой-то уникальный просто человек. Ах. Витажка, я так счастлив. Я так счастлив. Но так пустяки у меня еще сервис. Секундочку. Подожди. Вот. Принимай. Спасибо. Правда, спасибо. Спасибо. Да, мам. Да, уже ложусь спать. Нет, ни с кем не познакомилась. Все, мам, давай, спокойной ночи. Не нашелся еще такой идиот. Это я. Жор, мы приехали. Жора, приехали! А, понял, понял. Прием, прием. Какой прием? Вылезай давай. Так. Ну, давай вылезай. Не, не, нет, нет. Жора! Мне здесь хорошо. Здесь тепло и сыро. Я тебя не потащу. Ты хоть ночуй здесь. Здесь, здесь моя деревья. Жора! Здесь мой дом родной. А зачем ребенку такой отец, а? Здесь. Еще что-то. Что-то Сашки долго нет. Угу. А ты какая-то грустная. Угу. Вроде хотела эту свадьбу. Готовилась. Наташка. Наташка. Наташка, что с тобой? Я не знаю. Мама просто перенервничала. Ну, чего нервничать? Я люблю тебя. Мы вместе. Все хорошо. Миша. А? Давай рванем куда-нибудь. Ну, серьезно. Ну, сейчас смеешься. Куда-нибудь подальше. Да? Увези меня, пожалуйста. Увезу. Сейчас только с делами разберемся. Чтоб не накрылась наша дача. И поедем. Да? Мы едем. Что такое? Сашка разбился. Что? Что? Что?